Дорогие друзья, в Москве 11.00, а это значит, что мы начинаем наш вебинар. Вебинар сегодня у нас будет посвящен работе с лидами. Его для вас проведет Юрий Николаев. Я представлюсь, я директор по продажам компании 1S Bittrex. Очень активно работаю с нашими дорогими партнерами, а значит с вами, наши замечательные друзья. Итак, я могу предположить, что и слышно, и видно хорошо. Я расскажу немножко о том, что нас ждет сегодня. То есть наш вебинар займет примерно полтора часа. За это время мы с вами и поговорим о работе с лидами, и сделаем несколько остановок для того, чтобы я мог отвечать на ваши вопросы. Они неизбежно будут возникать по ходу вебинара. Вы можете ваши вопросы задавать точно там же, в окошке questions. Я постараюсь на все вопросы ответить голосом, и, конечно же, я эти вопросы проговорю, для того, чтобы было понятно, о чем меня спрашивают. И если будут какие-то вопросы, на которые я не успею ответить голосом во время вебинара, я постараюсь это сделать либо приватным ответом в этом же чате. Так, Антон подсказывает, что есть эхо, как будто в пустой комнате. Друзья, но я действительно нахожусь сейчас в пустой переговорной комнате, поэтому, наверное, небольшое эхо просто неизбежно. И я хочу сказать то, что у нас с вами не будет общего чата, который будут видеть все участники. Ваши вопросы видим только мы, как организаторы. Поэтому не удивляйтесь, если вы ставите плюс или пишете вопрос и не видите никого. На самом деле, нас очень много здесь, в этом вебинаре. Для того, чтобы понять, какая география наших участников, я прошу вас проделать очень простое упражнение. Напишите, пожалуйста, сейчас там же, в окошке questions, город, из которого вы смотрите сейчас наш вебинар. А я просто озвучу, из каких городов присоединились к нам наши дорогие партнеры. Друзья, в окошке questions пишите город. И я сейчас, для того, чтобы стало понятно, насколько много нас здесь, просто эти города назову. Комментируют очень многие, что эхо нет. Спасибо большое. Итак, с нами сегодня Сочи, с нами Калуга, с нами Москва, с нами Актобе, Казахстан, Воронеж, Тула, Белгород, Алматы, Барнаул, Вологда, Самара. Снова Москва, Севастополь, Владимир, Казань, Воронеж, Благовещенск, Иваново, Тверь, Ижевск, Снежный Красноярск. Снежный Красноярск, как это прекрасно звучит. Нижний Новгород, Краснодар, Новокузнецк. Конечно же, Санкт-Петербург, Могилев, Беларусь, Екатеринбург. В Екатеринбурге снег, минус 5, подсказывают нам наши друзья. Сыктывкарск, Омск, Сочи. Я думаю, в Сочи снега нет, наверное, плюсовая температура. Курск, Новосибирск, Калининград. Замечательно. Я тоже сейчас веду нашу трансляцию из Калининграда. Киров, Киев, Ярославль, Новосибирск, Набережные Челны, Мурманск, Котельнич, Рыбинск, Нижний Тагил, Севастополь, Хабаровск, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Иркутск, я, по-моему, уже называл. Очень много партнеров из Москвы. Замечательно. Друзья, рад всех видеть. Зеленоград, практически Москва, Рыбинск, Череповец, Белебей. В Санкт-Петербурге мне подсказывают солнечно, это очень приятно. Челябинск, Чебоксары, Оренбург. Ну, что ж, друзья, отлично. Анапа. Как видите, нас здесь очень много, и мы собрались из разных городов для того, чтобы поговорить о очень важной части нашей с вами совместной работы. О работе с лидами. Что же будет в этом вебинаре? О каких лидах пойдет речь? Во-первых, я хочу поговорить о тех лидах, которые мы, как компания, передаем нашим партнерам. В большей степени это будут лиды по продукту Bittrex24. Но на самом деле, конечно же, мы коснемся и буса. И я просто расскажу о тех двух основных моментах, как мы работаем с партнерами для того, чтобы вы получали от нас максимум лидов. Мне уже задают вопросы, будет ли потом выгружена в интернет запись вебинара. Друзья, я специально не отвечу на этот вопрос сейчас утвердительно, чтобы вы не ушли с вебинара. Но на самом деле, конечно же, для участников вебинара запись будет. Итак, мы поговорим про лиды. Мы поговорим даже не про 10, а про 15 важнейших правил работы с лидами, которые позволят, выполнение этих правил позволит вам добиться максимального результата и конвертировать как можно больше лидов в успешные выигранные сделки, а значит и в вашу прибыль. И, естественно, я буду отвечать сегодня на ваши вопросы. Поэтому наш вебинар и займет около полутора часов для того, чтобы вы могли задать много вопросов. Ну и я, конечно же, постараюсь дать на эти вопросы максимально исчерпывающий ответ. Так, почему-то я ушел немножко на другой слайд. Итак, друзья, первая часть нашего вебинара – это лиды от компании 1SBitrix. Я расскажу вам про два основных направления, о которых вам, я уверен, нужно знать. Первое – это заявки, которые приходят от наших клиентов, например, на внедрение продукта Bitrix24. Позже чуть я коснусь и темы заявок на разработку сайта. Но давайте на примере заявок на внедрение Bitrix24 поговорим о том, как вы можете получать от нас максимум лидов и что нужно для того, чтобы их обрабатывать. Значит, на данный момент из нашей широкой партнерской сети уже 759 партнеров активно работают с заявками на внедрение Bitrix24. Этих лидов, заявок, мы получаем больше тысячи в месяц только по России. А на самом деле с ними работают уже и украинские, казахстанские и белорусские партнеры. И, конечно же, у нас уже есть сотни выигранных сделок по этим лидам. Откуда эти заявки берутся? Как это работает? Ну, во-первых, они берутся прямо с сайта Bitrix24. То есть мы установили на нашем сайте виджет CRM-форму. И каждый клиент, который заходит на сайт Bitrix24, изучает информацию о продукте, сравнивает цены. Он видит, вот всплывает предложение от Яны Федоровой. Кстати, Яна Федорова – это невымышленный персонаж, абсолютно реальный. Яна предлагает ему оставить заявку на внедрение Bitrix24. Клиент заполняет CRM-форму. Эта заявка поступает нам в CRM, и мы, если заявка релевантная, ну, то есть если это не спам, мы публикуем ее в специальном приложении, которое так и называется – «Заявки на внедрение Bitrix24». 759 партнеров, которые я упомянул, это партнеры, уже установившие это приложение и получающие оттуда заявки. Но на самом деле мы берем эти заявки не только с сайта. Мы также установили эту CRM-форму в порталы существующих владельцев Bitrix24. Конечно же, речь идет о тех пользователях Bitrix24, которые не привязаны к партнерам. Но мы знаем, что не все регистрируются у нас по реферальным ссылкам. То есть очень многие просто регистрируют свой портал Bitrix24, потом сталкиваются с какими-то сложностями и пытаются понять, а как же все-таки этот продукт запустить с максимальным эффектом. И мы подсказываем им, вы можете заказать внедрение у партнеров Bitrix24. Наши клиенты точно так же заполняют эти CRM-формы, мы передаем эти заявки в приложение, и дальше партнеры видят их вот в таком виде. То есть они видят текст заявки, например, компания хочет увеличить эффективность работы с клиентами и контролировать и упростить работу менеджеров. Они видят город, откуда пришла эта заявка, в нашем случае это, например, Сургут. И они видят, есть ли уже предложение от других партнеров по этой заявке или нет. Каждую заявку может взять несколько партнеров. Максимальное количество партнеров по одной заявке – 5. Но мы сделали специальные внутренние квоты, которые регулируют возможность партнеров брать заявки. И далеко не каждую заявку может взять 5 партнеров. То есть некоторые заявки может взять только 3 или 4 партнера, иногда, например, до 3. И если вы посмотрите внимательно на экран, вы увидите внизу заявка, где написано «Внедрение в Битинг 24 для команды из 10 человек». Заявка из Москвы, и там написано «Нет свободных мест». Это значит, что уже максимальное количество партнеров эту заявку взяло, больше ее никто взять не может. Мы можем только констатировать факт, что партнеры с ней уже работают. Если же заявка доступна, если ее еще никто не взял, будет написано «Нет предложений». Ну и, собственно, можно нажать на кнопку «Взять заявку», и заявка сразу попадает в CRM тому партнеру, который ее взял. Мне уже задают вопросы по заявкам. Ольга, Дмитрий, я обязательно на ваши вопросы отвечу, просто чуть-чуть позже, когда у нас будет пауза для, собственно, этой обсуждения. Что делать для того, чтобы с этими заявками работать? Во-первых, нужно установить приложение «Заявки на внедрение Битрикс 24». Друзья, не ищите, пожалуйста, это приложение в Marketplace, оно там недоступно. Это приложение можно установить только из партнерской карточки партнера Битрикс 24. Что же делать, если вы, например, не являетесь партнером Битрикс 24, но тоже хотели бы работать с этими заявками? Все очень просто. Потому что наши партнеры из партнерской сети 1С Битрикс могут легко подать заявку на участие в партнерской сети Битрикс 24 и точно так же получить доступ к этому приложению. Но на самом деле понятное дело, что этого недостаточно, потому что мы очень хотим, чтобы с нашими клиентами работали компетентные и профессиональные партнеры. Специально для этого мы разработали новую программу обучения. Говоря новую, я подозреваю, что она достаточно свежая. Она была запущена в конце 2017 года. И так и называется «Продажи и внедрение Битрикс 24». Для того, чтобы начать работать с этими заявками, нужно, если вы новый партнер, если вы до этого не продавали Битрикс 24, необходимо пройти этот курс обучения и сдать тесты. Это онлайн-тесты, их два. И в случае успешной сдачи тестов вы автоматически получите доступ к заявкам. То есть вы будете видеть не только их перечень, вы будете видеть и кнопку «Взять заявку» и сможете работать с теми заявками, которые вам нужны. Ну и дальше, конечно же, нужно работать с этими заявками активно и выигрывать сделки. Мы уже строим специальную формулу, которая определяет рейтинг партнеров работающими с заявками. И если партнеры по каким-либо причинам берут много заявок, но эти заявки не доводят до победы, то есть не выигрывают сделки, не продают клиентам внедрения либо лицензии, соответственно, мы со временем начинаем ограничивать доступ к этим заявкам. Их можно брать уже меньше, либо такие партнеры видят их позже, чем другие успешные партнеры. В случае же, если партнер успешно работает с заявками, и у нас есть партнеры, которые уже несколько десятков сделок выиграли по таким заявкам, у них высокая конверсия в продаже, они, конечно же, видят такие заявки первыми и, конечно же, могут брать их больше, чем другие партнеры. Мы с этим приложением работаем уже более чем полгода, и за эти полгода мы, конечно, накопили достаточно статистики, которая позволила построить достаточно адекватный рейтинг. Но что же делать, если вы только начинаете работать с заявками? Друзья, ничего страшного, ваша стартовая позиция, она никак не будет дискриминирована. Другими словами, вы получите на старте те же возможности, что имеют и другие успешные партнеры, уже выигравшие несколько заявок. Ну и дальше все будет зависеть от вас. Я сказал, что мы на примере Bitrix24 поговорим и о нашем любимом бусе. Друзья, мы работаем над точно такой же моделью для заявок на разработку сайта. И мы планируем, что с мая наши партнеры, которые работают не с Bitrix24, а, например, с бус, они точно так же в этом же приложении будут получать заявки на разработку сайта. Ждать осталось недолго, буквально пару месяцев. И модель будет точно такая же. То есть для того, чтобы работать с заявками на разработку сайта, необходимо будет, во-первых, установить приложение, во-вторых, иметь CRM Bitrix24, потому что эти заявки, они сразу в виде сделок, в виде контактов попадают в CRM. Вы видите контактные данные и работаете с этими клиентами. Но на самом деле, друзья, заявки на внедрение или на разработку сайтов – это не единственный источник лидов, который ваша компания может получать от 1S Bitrix. И еще один важнейший элемент нашего сотрудничества – это партнерские семинары. И мы очень много сегодня поговорим о тех лидах, которые вы сможете получать или, возможно, уже получаете, но хотели бы обрабатывать более эффективно с наших партнерских мероприятий. Ну, давайте начнем с того, что у нас очень много различных мероприятий. Есть формула сайта. Например, на прошлой неделе я ездил в замечательный город Махачкалу, столицу Дагестана, и выступал там на формуле сайта. А, к примеру, мои коллеги в это же время выступали либо в Тюмени, либо в Ижевске, либо еще где-то. Кроме формулы сайта, мы в конце прошлого года запустили новые мероприятия под названием «Формула бизнеса». В прошлом году она состоялась всего один раз в Челябинске. В этом году мы планируем проводить большее количество этих мероприятий. Да, друзья, хочу еще раз сказать, много есть вопросов по заявкам. У нас будет с вами через буквально 3-4 минуты пауза, во время которой я отвечу на эти вопросы. Формула бизнеса отличается от формулы сайта тем, что это не совсем технологический семинар. Это, как вы уже догадались, название – семинар о бизнесе. Мы говорим больше не о продуктах, а мы говорим больше о бизнес-сценариях. В этом году такие мероприятия тоже будут проходить, и я, например, с огромным удовольствием надеюсь тоже принять участие как докладчик. Конечно же, мы проводим большое количество семинаров и по продукту BITREX24. У нас есть специальный цикл семинаров. Мы проводим федеральные семинары 1S BITREX, когда в один день эти семинары проходят, например, в 70 или даже в 80 городах и собирают огромное количество участников. Только за 2017 год наш отдел партнерского маркетинга провел более 480 мероприятий, и мы говорим о мероприятиях, проведенных вместе с нашими партнерами. То есть мы не включаем сюда, например, такое масштабное мероприятие, как BITREX24 идея, которое прошло недавно, 1 марта в Сколково. Мы не включаем сюда какие-то наши персональные вебинары или семинары. Мы говорим о тех событиях, которые происходят вместе с вами, дорогие партнеры. А раз вместе с вами, значит вы получаете с них большое количество рядов. Насколько большое? Ну вот смотрите, статистика прошлого года, более 30 тысяч участников было в этой программе мероприятий, более 30 тысяч лидов получили наши партнеры. На самом деле намного больше, потому что мы с вами знаем, всегда есть какие-то люди, которые регистрируются на семинаре, но на семинар не приходят. И, возможно, многие из вас еще не принимали участие в наших мероприятиях. Друзья, мне хотелось бы понять, есть ли у нас такие партнеры сейчас в этом вебинаре. Если вы еще ни разу не организовывали с нами семинар, например, «Формулу сайта» или семинар по BITREX24 или федеральный семинар, поставьте, пожалуйста, плюс. Друзья, поставьте плюс. Я думаю, что для отдела партнерского маркетинга тоже важно понять, насколько большой потенциал… Так, я вижу, уже плюсы ставят. Спасибо большое. Мария поставила плюс. Друзья, я думаю, для нашего партнерского маркетинга очень важно понимать потенциал, как много новых партнеров может с нами работать по совместной организации мероприятий. Так, друзья, отлично. Спасибо большое за ваши плюсы. И, возможно, отлично, очень много есть партнеров, которые еще ни разу не делали с нами совместных мероприятий. Друзья, мы обязательно предложим вам на участие в этих мероприятиях. На самом деле, даже сейчас вы еще можете успеть подать заявку, если я не ошибаюсь, на федеральный семинар, который у нас будет проходить в начале июня. Я могу ошибиться, там, насколько я знаю, осталось буквально несколько городов, но, возможно, именно ваш город сейчас свободен, и вы можете принять участие вместе с нами. А если вдруг вы не успеваете сделать это во время ближайшего цикла мероприятий, друзья, ничего страшного, потому что мы будем проводить эти семинары потом и осенью, и вы сможете тоже получить большое количество ледов. Друзья, очень большое количество партнеров нам сейчас написало о том, что они еще пока не проводили с нами семинары. Мы видим в этом очень большой потенциал и, конечно же, приглашаем вас к сотрудничеству. Спасибо вам, друзья. Я хочу дать вам еще немножко больше мотивации. Зачем, собственно, проводить эти семинары? Зачем принимать участие в этой программе вместе с нами? Во-первых, наши партнеры с каждого такого семинара получают от двух до десяти оплативших либо за БУС, либо за Битрикс24 клиентов. И, конечно же, клиенты платят не только за наши лицензии, но и выбирают партнера в качестве подрядчика по внедрению, по разработке сайта. И, проводя такие семинары, наши партнеры, конечно же, зарабатывают вместе с нами. Для того, чтобы вы могли провести этот семинар качественно, мы со своей стороны подготовили, ну, я бы сказал, настоящую франшизу, которая позволяет вам с нуля стать организатором семинара. Мы помогаем презентациям, мы помогаем советами, как сделать семинар качественно и эффективно. Причем эти советы, они очень детальные. Вы получаете чуть ли не готовые чек-листы, которые позволяют вам сделать семинар максимально эффективным. Мы помогаем рекламными материалами, а в некоторых наших мероприятиях мы помогаем даже докладчиками. Ну, я привел пример формулы сайта, на которой я выступал на прошлой неделе в Махачкале. Это было мероприятие наших партнеров, компании Color.IT. Тем не менее, на такие мероприятия, формула сайта, приезжают докладчики от компании 1SB. Есть другие семинары, например, федеральные семинары. Там мы не приезжаем в качестве докладчиков, там все это проводится силами партнеров, либо приглашенных экспертов. Ну, и что самое важное, конечно же, за организацию каждого мероприятия вы получаете призовые баллы, которые влияют на ваши позиции в рейтинге партнеров. И плюс мы частично компенсируем ваши затраты. Друзья, после семинара я уверен, что мои коллеги из нашего отдела партнерского маркетинга свяжутся с вами и смогут подробнее рассказать о том, каким образом вам провести семинары вместе с нами, и каким образом на этих семинарах можно будет заработать. А сейчас я обещал сделать небольшую техническую паузу для того, чтобы ответить на те вопросы, которые уже возникли. Друзья, вопросы уже есть. Я начну сейчас отвечать на те, которые касались заявок на внедрение. Но вы можете уже писать в окошке questions вопросы, связанные с работой с нашими заявками, либо с организацией мероприятий. Возможно, будут какие-то вопросы, на которые я не смогу сразу ответить, и тогда на них ответят чуть позже мои коллеги из партнерского маркетинга. Пять минут я отвечаю на вопросы, и потом мы переходим к части о работе с лидами. Вот мы представляем, что лиды уже получили, и дальше нужно их как-то обрабатывать. Итак, через какое время заявка появляется в приложении после заполнения? Друзья, мы модерируем каждую заявку для того, чтобы в приложение не попадал спам. Иногда бывает, что люди просто ищут работу или пишут какую-то откровенную билиберду. Мы стараемся не пропускать это в приложении. Поэтому это бывает от пяти минут, например, до часа. Если заявка пришла в ночное время, конечно же, она появится в приложении на следующий день, потому что нашим модераторам тоже нужно спать. Сколько обычно стоит такая заявка? Например, вот есть кейс по внедрению. Сейчас, друзья, прошу прощения. У меня почему-то подвисла программа, которая позволяет весь вопрос увидеть. Я сейчас попытаюсь это полечить. Одну секундочку. Так, вот, получилось. Сколько обычно стоит такая заявка? Нет, почему-то не получилось. Хорошо. Друзья, эти заявки бесплатны. То есть мы эти заявки передаем вам абсолютно бесплатно, вам платить за них ничего не нужно. Сколько вы на них можете заработать? Столько, сколько, ну, собственно, как эффективно сработают ваши менеджеры по продаже. Можно ли показывать более подробную информацию по заявкам? Друзья, на самом деле мы показываем то, что пишет изначально клиент. Это лид. Вы получили лид. Дальше вы, конечно же, выясняете более подробно, что нужно вашему потенциальному клиенту и продаете. Что считается выигранной сделкой, задают вопрос. Конкретно продажа или внедрение? Друзья, на самом деле, на ваше усмотрение. То есть вы можете продать клиенту лицензию. Вы можете продать и лицензию, и ваши услуги. Вы можете провести внедрение даже на бесплатном. B324 такое тоже бывает. Поэтому для нас выигранной считается та заявка, на которой вы смогли заработать. Очень важно в выигранной заявке привязать либо адрес портала, если это облачный B324, либо указать номер ключа, потому что мы проверяем. Есть вопрос, данные заявки создают сделки. Как быть с тем, у кого бизнес построен другим образом? Друзья, ну смотрите, как я уже сказал, очень большое количество партнеров работают с заявками, и мы не можем предусмотреть процессы абсолютно всех. Поэтому мы делаем вот в той форме, которая уже, ну, таким, знаете, является стандартом де-факто, мы создаем сделки и по сделкам получаем дальше обратные статусы. То есть мы видим, работают ли партнеры со сделками, выигрывают ли они сделки. Ну и, соответственно, по этой конверсии строим наши рейтинги. Что делать с заявками, которые зависают? Друзья, с этими заявками, безусловно, нужно работать. То есть вы можете, если видите, что клиент не купит в ближайшие полгода заявку проиграть, поставить по этой сделке проигрыш и потом просто вернуть статус. То есть это абсолютно не проблема. Если вы вдруг сделку выиграли, вы меняете статус с проигранной на выигранную, и она, конечно же, отражается в вашем рейтинге. А куда попадают заявки? В клиентский НФР-аккаунт или в партнерский портал? Друзья, клиентам эти заявки никак не попадают. Они попадают только вам, в вашу партнерскую НФР. Меня приглашают в Саратов. Спасибо большое, обязательно приеду. Есть комментарии, что бывает страшно браться заявки из внедрения. Друзья, ничего страшного на самом деле, не нужно бояться. Как фиксировать консультационные сделки? Друзья, если клиент просто хочет что-то узнать и не готов ничего покупать, не бойтесь проигрывать эту сделку. Вы получите лид, с которым потом все равно сможете работать. Друзья, ничего в этом страшного нет, потому что мы, конечно же, не ожидаем от вас конверсию в 100% или даже в 10%. Хотя у наших многих партнеров есть такая конверсия даже выше 10%. То есть, например, они взяли 100 заявок, из них выиграли больше 10. Но если ваша конверсия в целом положительная, это даст вам возможность эффективно работать. Итак, пошли вопросы по мероприятиям. Есть партнеры, которые планируют эти мероприятия в разных регионах. Друзья, замечательно. Есть партнеры, которые хотят проводить и формулу сайта, и формулу бизнеса. Друзья, сразу хочу сказать, конечно же, у нас повышенные требования к этим мероприятиям, поэтому мы очень просим вас активно сотрудничать с нашим отделом партнерского маркетинга, потому что для нас тоже очень важно, чтобы эти мероприятия прошли максимально качественно. Ведь они проходят отчасти под нашим брендом. Вот вопрос. Можно ли организовать формулу сайта в любом городе? Давайте я отвечу так. На самом деле, да. То есть, мы даем список городов, в которых мы планируем проводить это мероприятие, но вы можете подключиться, если ваш город по каким-то причинам в этот список не вошел, и вы в этом городе, например, единственный партнер, вы можете подать заявку, предложить свой город. Мои коллеги из отдела партнерского маркетинга рассматривают эту заявку и подключают новые города. На самом деле, у нас такое происходит. Так, смотрю идеи по поводу частичной компенсации затрат. Есть вопросы, друзья, давайте персонально, наверное, отвечу. Есть ли ту-ду-лист для проведения мероприятий? Да, да, друзья, безусловно, есть список, что нужно сделать от начала до конца для того, чтобы вы прошли. И это действительно детальная инструкция. Вот есть рекомендации, просят, это по заявкам еще. Давайте я, наверное, об этом пропущу. Как получать уведомления о заявках на внедрение? Друзья, вы знаете, мы не делаем пока нотификации, потому что мы просто обрушили бы наши партнерские порталы. Ну, представьте, у нас приходят тысячи заявок, и есть 750 партнеров, которые начнут получать эти уведомления. А партнеров становится все больше и больше. Вот, поэтому сейчас это достаточно сложно. Так, друзья, я вижу, что не успеваю ответить сейчас на все вопросы. Их очень-очень много. Давайте я, наверное, подытожу. Как активно сотрудничать с отделом маркетинга? Друзья, на партнерском сайте у нас постоянно есть реклама, которую организовывают мои коллеги. Вы можете найти контакты Светланы Ледвиной, Елены Ворониной, Евгении Червяковой. Но на самом деле наши мои коллеги, они постоянно призывают вас. Друзья, принимайте участие в семинарах. Они делают рассылки по электронной почте. И я просто рекомендую следить за этими месседжами от нас и принимать участие. Я отвечу еще на один вопрос по поводу заявок и еще на один вопрос по поводу маркетинговых мероприятий. Потому что просто мне не хватит времени, мы не успеем поговорить о ледах. Значит, смотрите, если заявку взяло пять партнеров, то как строится работа с клиентом? Наталья задает вопрос. Друзья, каждый из этих партнеров может связаться с клиентом, предложить свои услуги. И клиент выбирает того партнера, который, по его мнению, делает оптимальное предложение. Далеко не всегда это тот партнер, который связался первым. Хотя, конечно же, оперативность – это залог успеха. Здесь очень важна ваша экспертиза. То есть, чем лучше вы выявите потребность клиента и сможете под него персонализировать предложение, тем на самом деле больше вероятность, что вы выиграете эту заявку. И еще один вопрос по поводу мероприятий. Можно ли организовывать вебинары? Да, друзья, вебинары организовывать можно. И об этом мы тоже поговорим в следующей части. Я очень благодарен вам, друзья. Вы задали огромное количество вопросов. Я физически не успею ответить сейчас на все из них. Но у нас будут еще с вами две такие паузы для ответов на вопросы. И если я успею ответить на другие вопросы, связанные с лидами, то мы вернемся с вами к этим вопросам. Договорились? Давайте тогда пойдем дальше. Мы поговорим сейчас про 15 правил эффективной работы с лидами. Представьте, вы заявки от нас уже получили. Или вы провели совместное мероприятие с 1SBitrix. Или даже ваше собственное мероприятие. И у вас появились лиды. Что же делать с этими лидами? Ну, я бы хотел, наверное, первое, самое важное такое, может показаться теоретическим это правило, но я бы очень хотел именно с этого начать. Вы знаете, 10-20 лет назад была такая, я бы сказал, опасная иллюзия, что вот все клиенты, они просто сами придут и купят. И мы с вами за последние годы, я думаю, много раз уже убеждались, что так не работает. Если даже клиент заходит в магазин, то очень редко он заходит настолько целенаправленно, чтобы сразу подойти к прилавку, достать свой кошелек и сказать, дайте мне это, это, это. Как правило, он все равно ходит, выбирает, смотрит, потом уходит в другой магазин. Точно так же и наши лиды. Кстати, маленькая ремарка, когда мы говорим о лидах, я не имею в виду лиды только в понимании лидов, например, нашей CRM, когда вы получили просто какой-то один контакт, и еще непонятно, что с этим контактом делать. Давайте договоримся, что лиды – это все те потенциальные клиенты, которые просто еще не подтвердили свою готовность покупать. Так вот, лид, мы с вами понимаем, это еще далеко не клиент. Для того, чтобы он стал клиентом, нужна активная позиция с вашей стороны. И поэтому вы можете построить свою работу по двум принципам. Первое – просто сидеть и ждать, когда придут клиенты, уже готовые расставаться со своими деньгами. А второе – позицию активного продавца, тех, кто будет с этими клиентами работать. И задайте просто сами себе вопрос, вот эти люди должны работать в вашем отделе продаж или нет? Я очень надеюсь, что никто не ответит утвердительно, никто не хочет, чтобы у него ждуны работали с клиентами. То есть все-таки с клиентами должны работать активные продавцы. А раз продавцы работают с клиентами, значит должно быть какое-то пространство, где эта работа ведется. И, друзья, конечно же, это пространство – это CRM. Правило, которое поможет вам очень сильно повысить конверсию ваших продаж, это то, что все ваши лиды должны попадать в CRM. Все визитки, которые вы получили, все люди, которые пришли на ваше мероприятие или даже зарегистрировались на него, все клиенты, которые позвонили в ваш офис, а вы, возможно, еще не знаете, клиенты это или нет, но звонки состоялись, все запросы, которые пришли через, например, ваш сайт, они все должны попадать в CRM. Каким образом это реализовать? Мы поговорим о нескольких конкретных вещах, которые позволят вам повысить эффективность лидогенерации. Итак, друзья, правило номер три. Лиды нужно собирать из всех каналов. То есть я знаю партнеров, которые сосредоточились, например, только на проведении, скажем, семинаров. И у них хорошо получается работа, но при этом они игнорируют, например, лиды с сайта и просто не получают лиды онлайн. Я знаю другие примеры, когда партнеры вообще не проводят мероприятия, а при этом получают лиды только с сайта. Но на самом деле наши с вами клиенты, они есть сейчас везде. И в онлайне, и в оффлайне. И поэтому правило, которое позволит вам повысить эффективность работы с лидами, это подключение максимального количества каналов. Если мы говорим о таких каналах, как цифровые каналы, то обязательно мы рекомендуем включать открытые линии, которые являются важнейшей частью продукта Bitrix24. Друзья, если вы на данный момент не используете открытые линии, поставьте, пожалуйста, минус в чате. Мне тоже нужно понимать, актуальна ли эта информация, потому что я хочу на ней вот так вот немножко сосредоточиться. Если вы не включили у себя на вашем сайте открытые линии из Bitrix24, неважно, сделан ли ваш сайт, например, на нашем продукте, Bitrix, управление сайтом, либо на любой другой платформе. Итак, спасибо большое тем, кто честно ставит минусы и говорит о том, что не использует пока что открытые линии. Я просто приведу пример, почему это важно. Друзья, большое вам спасибо за честность. Я очень благодарен вам за обратную связь. И я вижу, что действительно очень многие из наших партнеров пока еще открытые линии не подключали. Я не буду говорить подробно о том, как настраивать этот продукт. Наверное, этому стоит все-таки посвятить отдельный вебинар. Я скажу о том, почему это важно. Я анализировал опыт наших самых успешных партнеров. И вижу, что подавляющее большинство из них, ну, например, возьмем, скажем, топ-10 партнеров, которые продают больше всех. Они включают открытые линии для того, чтобы работать с лидами. В открытые линии можно подключить огромное количество каналов. Можно подключить просто онлайн-чат. Можно CRM-форм. Мы про CRM-форм тоже поговорим. Можно подключить разные социальные сети, например, Facebook или ВКонтакте, как есть на примере на этом скриншоте. Это компания GenCloud, один из лидеров продаж, например, облачного Bittrex 24. Можно подключить Bittrex 24 Network и работать с клиентами, которые уже пользуются нашим продуктом. Можно подключить, допустим, Viber или Telegram или Skype. Можно подключить Instagram или YouTube. И клиенты, которые каким-либо образом связываются с вами, даже если вдруг ваш сайт перестал работать, они все равно могут написать вам в Telegram или в Viber или на вашей страничке в Facebook или под вашими какими-то фотографиями в Instagram или под вашими видео на YouTube, если они у вас есть. И всю эту информацию ваш менеджер по продажам, который обрабатывает лиды, получит в открытых линиях внутри Bittrex 24. Это принцип одного окна. В одном окне все цифровые каналы. Для нас, как для компании-разработчика, этот продукт тоже стал очень удобным, потому что мы включили открытые линии и для того, чтобы работать с нашими консультантами, и для того, чтобы работать с нашими партнерами. И на самом деле это очень и очень удобно. Сейчас, друзья, прошу прощения. Опять же, пытаюсь переключиться на вопросы. И я вижу, задают уже вопросы про открытые линии. А я по какой-то причине не вижу весь вопрос. И не могу на него ответить. Вы знаете, наверное, во время следующей нашей паузы, которая будет для ответов на вопросы, я попрошу кого-то из своих коллег, чтобы они мне помогли настроить вопросы. Итак, друзья, что вам даст открытые линии? Открытые линии даст вам возможность не только подключить все цифровые каналы коммуникации, но и взять эти каналы под контроль. Каждый лид, он будет попадать в CRM. Даже если, например, ваши сотрудники ушли домой, рабочий день закончен, а кто-то написал, ничего страшного, открытые линии дадут автоматический ответ, который вы сами пропишите, и в CRM появится новый лид. Например, вам кто-то напишет не на вашем сайте, а, как я уже приводил в примере, на вашей страничке в Facebook, если она у вас есть. Будет создан новый лид. Или, если этот клиент, вы с ним уже работали, будет создан повторный лид. Мы, кстати, работаем сейчас над повторными лидами. И ваш менеджер в привычном для себя окошке чата, ну, на самом деле, большинство из нас уже привыкли в чате общаться, и чат Bittrex24, он позволяет общаться абсолютно нормально и удобно. Так вот, он именно в таком же чате, просто в чате открытых линий, увидит запрос, который написал клиент, и сможет с клиентом оперативно связаться. Друзья, для всех тех, кто поставил минусы, а большое количество партнеров поставили, я очень рекомендую, зайдите на сайт Bittrex24 и просто посмотрите информацию про открытые линии. Посмотрите видео, просмотрите вебинары, которые мы делали по открытым линиям. Для нас этот продукт позволил очень сильно повысить и эффективность, и скорость нашей работы как с партнерами, так и с клиентами. Но на самом деле, не открытыми линиями, конечно же, мы живы. Очень эффективный инструмент для того, чтобы получать максимум лидов в удобной для вас виде, это CRM-формы. Друзья, CRM-формы идеально подходят, например, для регистрации на мероприятия. CRM-формы очень хорошо подходят для регистрации входящих запросов от ваших клиентов. Ну, на примере той же компании GameCloud я покажу, как интегрирована CRM-форма, например, прямо в их сайт. То есть они публикуют у себя на сайте «Получить скидку от партнера». А вы знаете, что наши партнеры по Bitrix24 имеют право продавать Bitrix24 дешевле, чем, например, клиент может купить у нас на сайте. Клиент нажимает «Получить скидку» и его перебрасывает на сайте на вот такую простую CRM-форму. Вы видите, здесь ничего страшного нет. Клиенту остается заполнить всего лишь имя, e-mail и телефон. Причем только два поля – имя и телефон – являются обязательными. Там стоит красная звездочка. Клиент нажимает кнопку «Получить скидку». Лид улетает в CRM. И, конечно же, возникает сразу задание для сотрудника, что пришел новый лид, нужно связаться с клиентом и нужно как можно быстрее ответить на его запрос. Замечательно. Есть хорошая возможность обрабатывать клиентов в CRM. Друзья, поэтому мы рекомендуем использовать не только открытые линии, мы рекомендуем активно использовать CRM-формы. Вставить CRM-формы на ваши лендинги, на ваши сайты. Вы можете даже публиковать ссылки на CRM-формы, делать специальные опросы, какие-то вот такие, проводить мини-исследования. И CRM-форма может, по сути, заменить сайт, потому что вы можете дать клиенту ссылку. Клиент, перейдя по ссылке, увидит CRM-форму, заполнит ее, а вы получите лид в вашу CRM. Ну и, друзья, лидов может быть очень много. Из открытых линий, из телефонии, из тех же CRM-форм. И, к сожалению, из-за того, что мы с вами люди, неизбежно часть этих лидов будет потеряна, если только вы не настроите качественную автоматизацию вашей воронки лидов. Друзья, очень важно не просто собирать все лиды с CRM, очень важно работать с ними дальше. Я написал на этом слайде, что люди обязательно потеряют часть лидов. Друзья, даже в крупных компаниях, даже мы до того, как не автоматизировали нашу воронку, мы просто теряли часть лидов, потому что сотрудник заболел. Вот приведу такой пример. На прошлой неделе у нас заболело 50% сотрудников партнерского отдела и отдела продаж. 50% из-за вот этой вот затянувшейся зимы, из-за очень активных нагрузок просто выпали из процесса. И, конечно же, оставшиеся 50% по-любому потеряли бы часть лидов, если бы мы не настроили роботов, которые привлекали внимание оставшихся сотрудников к пришедшим лидам, назначали им задания, либо даже связывались за сотрудниками. Роботы или бизнес-процессы внутри CRM позволяют вам очень эффективно продвигать лиды дальше по воронке. Я хочу показать вам вот такой вот наглядный пример. Допустим, у нас есть воронка по работе с новыми партнерами. И в этой воронке вы видите, есть несколько стадий. То есть, к примеру, к нам приходит новый партнер и он регистрируется. Он может стать либо агентом, либо бизнес-партнером. Он может на стадии агента заполнить анкету и дальше перейти к бизнес-партнеру. И дальше мы ожидаем от них какие-то действия. То есть, наши партнеры, например, устанавливают НФР-лицензию, проходят обучение, получают от нас грант. Да-да, мы, кстати, для партнеров в Bitrix24 предоставляем гранты на развитие нового бизнеса. На каждой из этих стадий мы настроили роботов. И вы, если внимательно всмотритесь, вы увидите, что у нас есть роботы, которые вместо менеджера сами связываются с клиентом. Например, отправляют ему СМС. Как только лид или клиент переходит на новую стадию, ему сразу прилетает подтверждающий СМС. Поздравляем вас, например, с тем, что вы уже установили НФР. Сделайте следующий шаг. Пройдите программу обучения. Конечно же, мы отправляем письма. Мы не только отправляем на мобильные телефоны. Мы отправляем сообщения через те же открытые линии. И тогда клиенты, которые писали нам, например, в Viber или в чат, они могут делать многое-многое другое. И, конечно же, мы планируем задания для менеджеров. То есть менеджер должен позвонить, поприветствовать нового партнера, объяснить ему, как работать на нашей партнерской программе и многое-многое другое. Друзья, я открыл вам сейчас часть нашей внутренней кухни, но на самом деле это очень важно. На этом примере вы можете понять, каким образом автоматизация работы с лидами с помощью роботов позволит вам повысить эффективность вашей работы. А теперь взгляните на ваши воронки продаж. Друзья, и обратите внимание на то, как много роботов настроено сейчас у вас. Настроены ли у вас роботы для продавцов? Роботы, которые ставят задание продавцу связаться, роботы, которые ставят задание, например, подготовить коммерческое предложение, или роботы, которые ставят руководителю задачу, если вдруг сотрудник не связался вовремя, ну давайте выражусь так, надавать по ушам нерадивому менеджеру по продажам, который просто игнорирует очень важный для вас лид. А настроены ли у вас роботы, которые будут вместо продавцов связываться с вашими клиентами? Друзья, я хочу вас опять же попросить, чтобы у нас был интерактивный с вами такой чат. Если у вас уже настроены роботы, которые отправляют смс, отправляют письма, ставят задачи вашим сотрудникам, поставьте, пожалуйста, плюс в окошке questions, там, где мы с вами общаемся, там, где вы пишете ваши вопросы. Я сделаю небольшую паузу и просто хочу собрать такую статистику. Нас несколько сотен в этом вебинаре. Хочу увидеть, как многие из вас уже используют возможности автоматизации. Итак, друзья, жду ваши плюсы. Скажу честно, плюсов пока не очень много. Есть те, кто говорит, ну, примерно на 50%. Друзья, спасибо вам большое. Очень многие ставят не только плюсы, но и минусы, что говорит о том, что еще не настроена должным образом автоматизация в вашей воронке продаж или в вашей воронке по работе с лидами. И на самом деле это тоже хороший момент, который вам позволит очень сильно повысить эффективность вашей обработки лидов. А теперь представьте, вы провели семинар. У вас на семинар пришло, например, 100 человек, как это было в Махачкале, или, например, 250, как это бывает в Санкт-Петербурге. Что ж, 250 человек пришло. И представьте, как будет обидно вам, как владельцу или управляющему компании, если, например, 30% этих людей просто не получат никакой дальнейшей реакции, потому что менеджеры о них забыли. Это же на самом деле страшно. Но с помощью роботов вы не потеряете ни одного из этих клиентов. Потому что роботы, они, во-первых, смогут менеджеров сфокусировать на том, что нужно связаться, поставят задания вашим менеджерам. А во-вторых, они смогут также и связаться с этими клиентами за самих менеджеров. Но, друзья, роботы могут делать не только это. Смотрите, важный момент. Есть такая статистика, которая показывает, что очень редко кто-то покупает с первого раза. Ну, то есть, например, клиент пришел к вам на семинар и так ему понравилось все. Он говорит, все, ребята, выписывайте мне чек. Выписывайте счет на 100 тысяч рублей и покупаю. Обычно все происходит по-другому. Обычно клиент уходит думать. И есть такое правило, что в среднем сделка происходит минимум через три разговора или есть такой термин касание клиента со стороны компании-продавца. То есть, если вы пообщались с клиентом не три раза, а, например, один или два, то вероятность, что он у вас что-то купит, она близка к нулю. Но если вы пообщались с клиентом три, четыре, пять раз, то вероятность того, что он у вас купит, она на самом деле очень сильно повышается. Что мы рекомендуем делать? Друзья, я рекомендую вам для работы с лидами настроить, опять же, в вашей CRM, в вашей воронке продаж обязательными минимум три касания с этим клиентом. Это может быть, безусловно, и письмо. Это может быть, безусловно, и звонок менеджера. Это может быть и приглашение на встречу в ваш офис или предложение приехать на встречу к клиенту и провести демонстрацию. То есть, могут быть очень разные, конечно же, касания, но очень важно, чтобы их было несколько. Вы знаете, что самое страшное? Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда, например, на семинар пришло сто человек и дальше вот менеджеры включают ждуну. Они говорят, но они же пришли на наш семинар. Ну, что-то же им было интересно. Теперь подождем, когда они нам сами позвонят. Ребята, да не позвонят они сами. Вам нужно им позвонить, причем сделать это не один раз, а минимум три. Для начала, например, позвонить и спросить, как вам семинар, было ли полезно. Потом, например, позвонить и сделать какое-нибудь специальное предложение. Но мы еще чуть позже к этому вернемся, друзья. То есть у меня есть отдельное правило, которое касается эффективной работы с следами, пришедшие к вам с семинара. И, конечно же, такие касания могут быть со стороны ваших менеджеров, но также мы с вами живем в цифровом веке. И такие касания, они могут быть со стороны рекламы. Друзья, что я хочу вам порекомендовать сделать? Сейчас достаточно дорого находить новых клиентов. Спасибо за комментарии. Мне пишут люди, что готовы даже к семи касаниям. Замечательно. Друзья, используйте больше. То есть используйте не одно, используйте 4, 5, 7 касаний. Это очень здорово. Следующее правило, которое вам позволит эффективно работать с следами, не полагайтесь только на менеджеров. Работайте над тем, чтобы ваши клиенты воспринимали вас как экспертную компанию. Оставайтесь в их информационном потоке. А для этого настройте рекламу. Это тоже можно делать с помощью наших роботов. Друзья, например, Bittrex 24 CRM позволяет вам на любой стадии вашей воронки лидов или сделок настроить разных рекламных роботов. Например, рекламу в ВКонтакте или в Фейсбуке, в Гугле или в Яндексе. И тогда, если человек пришел на ваш семинар, допустим, вы провели семинар в своем городе, вы настраиваете рекламу, чтобы после семинара он снова видел вашу рекламу. Компания партнер 1S Bittrex самая эффективная компания во всей вселенной. Просто подставьте свое название. Ну, конечно, не надо прям такой термин использовать, но общий смысл в том, чтобы ваша компания оставалась в информационном пространстве клиента. И как это работает? Робот просто добавляет этот лид в рекламные аудитории, которые настраивают ваши маркетологи. То есть это может быть рекламная аудитория в Фейсбуке. Вы можете ставить эту рекламу при определенных условиях. Например, рекламу показывать не всем людям, пришедшим на семинар, а только тем, кого ваши менеджеры квалифицировали как платежеспособных клиентов. Допустим, вы ставите условие, что ожидаемая сумма сделки, например, больше 100 тысяч рублей. И те клиенты, от которых вы реально ожидаете больше 100 тысяч рублей, только они увидят рекламу вашей компании. А, например, студенты или пенсионеры, которые случайным образом на мероприятие попали, конечно же, на них деньги тратить не стоит и рекламу они не увидят. Друзья, я обязательно отвечу на вопросы, связанные с тем, как лучше показывать рекламу, но я просто хочу вас сфокусировать на вот этом важном признаке. То есть, вы хотите, чтобы ваши клиенты помнили о вас, друзья, показывайте им рекламу. Это тоже можно сделать прямо из серы. Ну и еще один момент. Обычно клиенты покупают у тех, кого они уважают. Но не каждый лид сразу в вашей компании узнает эксперта, даже если вы идеально провели мероприятие. Для того, чтобы вы могли в глазах вашего потенциального клиента выглядеть экспертом, он должен убедиться, что он не ваш первый покупатель, что вы не выдаете желаемое за действительное, а у вас действительно есть очень классный и полезный опыт, который позволит вам претендовать на заключение сделки. И что это может быть за опыт? Это могут быть отзывы ваших существующих клиентов о том, какой вы классный поставщик, какой вы классный интегратор, как здорово вы сделали сайт, как классно вы внедрили CRM. Это могут быть истории успеха ваших клиентов, которым вы внедрили CRM и в результате продажи у них выросли, например, на 132% за последние полгода. Я хочу привести пример другого нашего крупного партнера, это компания Fusion из Москвы, веб-интегратор. Они публикуют у себя на сайте очень подробные кейсы о внедрении, например, наших продуктов. Допустим, в данном случае это Bitrix24, коробочная версия. И мы видим, что они рассказывают о том, что за компания. А это достаточно крупная компания, Актион. Я уверен, многие из вас слышали про их журналы генеральный директор, коммерческий директор, главбух. Много у них вообще на самом деле изданий. Вы видите, они подробно описали, что это за компания. И дальше они пишут, что же за задачи поставил перед ними клиент. Теперь представьте, я другая издательская компания, например, скажем, издательский дом Коммерсант. Я захожу на сайт этой компании и вижу, слушай, а они ведь уже делали похожее внедрение, они внедряли для Актиона. Вот какие задачи стояли. Все, выбираю именно этого поставщика. И, друзья, если у вас есть хоть какие-то истории успеха, если у вас есть хоть какие-то клиенты, а я уверен, что большинство из вас пришло на этот вебинар не с нуля. То есть многие из вас уже заключали какие-то сделки. Используйте, пожалуйста, истории успеха. Это очень повышает ваши шансы в конвертации лида в вашего платящего клиента. Потому что люди будут знать о том, что вы способны делать хорошую, качественную работу. И вы знаете, кейсы бывают разными. То есть бывают кейсы вот в таком виде. Например, мы сделали внедрение в такой-то, такой-то компании. А бывает то, что мы называем контент-маркетингом. И это на самом деле может позволить вам не только сформировать репутацию эксперта в глазах ваших клиентов. Это позволит вам собрать еще больше лидов. Потому что такие статьи или исследования, или какие-то отраслевые обзоры, они будут привлекать внимание к вашей компании. Люди будут заходить на ваш сайт, читать информацию о вас и обращаться к вам с интересом по какому-то конкретному внедрению. Я хочу здесь привести пример еще одного нашего партнера. Очень известная компания Интерволга из города Волгоград, которая на своем сайте публикует огромное количество статей и материалов, например, на базе Bittrex24 или про интернет-маркетинг, или про разработку сайтов. И что происходит? Значит, клиент заходит на сайт и он видит, как в Bittrex24, например, сделать опрос. Проведение опроса здоровская вещь, позволяет привлечь внимание клиентов. Он видит подробную статью и в конце он увидит предложение от компании Интерволга связаться с ними для того, чтобы получить больше информации. Дальше будет много конечно же какой-то работы проведенной со стороны Интерволга для того, чтобы превратить этот лид в потенциального клиента, но начало положено. То есть произошел какой-то первый контакт благодаря контенту, опубликованному на сайте. Друзья, я уверен, что у большинства из вас есть достаточно экспертизы для того, чтобы такой контент публиковать. Я прошу вас сейчас тоже, если вы на вашем сайте публикуете какие-то статьи, какие-то обзоры, поставьте, пожалуйста, плюс. Если вы не публикуете никакого контента, ни видео, ни текста, поставьте, пожалуйста, минус. Мне тоже будет понятно, какие вещи могут помочь вам в эффективной работе с лидами. Друзья, в окошке questions ставьте плюсы или минусы, а я возьму паузу буквально на одну минуту для того, чтобы собрать максимум статистики. И так, большое спасибо. Я вижу то, что очень многие уже публикуют какие-то кейсы. Кто-то пишет и честно признается, что банально пока не хватает сил. Кто-то публикует кейсы на других ресурсах. Кто-то только планирует это сделать. Замечательно. Друзья, я очень надеюсь, что этот пример, например, компании InterVolga будет вам полезен. Я очень рекомендую просто погуглите, зайдите на их сайт и обратите внимание о том, что пишут они. Какие материалы, какие обзоры. Я уверен, вы получите для себя огромное количество идей, которые позволят вам не просто эффективно работать дальше с существующими лидами, но и привлекать новые лиды. Людей, которые будут интересоваться вашей экспертной оценкой. А мы с вами идем дальше. И следующее правило по работе с лидами, то есть вы-то лидов наберете много. Я в этом даже не сомневаюсь. Вы проведете вместе с нами семинары, вы начнете брать заявки, вы поставите на сайты открытые линии. И так, мне пишут о том, что пропал звук. Я надеюсь, что звук все-таки есть. Друзья, если вы меня сейчас слышите, поставьте, пожалуйста, плюс, плюс, например, давайте пятерку. Потому что плюсов у нас уже очень много. Поставьте, пожалуйста, пять, если вы меня сейчас слышите. Потому что я начал немножко переживать, что у нас по каким-то техническим причинам пропал звук. Раз, два, три. Друзья, если вы меня слышите, ставьте пять. Отлично, спасибо, я вижу то, что меня слышно. Возможно, тогда это какая-то техническая проблема у того человека, который мне написал. Итак, звук есть, мы продолжаем. Друзья, у вас много лидов. Вы собрали эти лиды, что-то с ними нужно делать дальше. То есть, да, вы настроили роботов, роботы подталкивают продавцов, роботы связываются с клиентами, но все равно не все сто процентов собранных вами лидов превратятся в ваших покупателей. Мне подсказывает о том, что иногда звук пропадает, нужно просто перезагрузить страницу. Друзья, если, да, возникают проблемы со звуком, просто перезагружайте страничку. Так вот, важнейшее правило лидогенерации это квалификация лидов. Я приведу вам две работающие методики. Первая очень простая, она называется ABC или 123. То есть, ваши менеджеры по продажам или менеджеры, которые обрабатывают лиды, им нужно просто-напросто попробовать понять, этот клиент, он для вас там очень важный и который много заплатит или, ну, достаточно хороший перспективный клиент или его перспектива туманна и непонятна. Непонятно вообще, он платежеспособен или нет. И вы просто-напросто присваиваете какой-то ранг, например, лиды категории А менеджеры обрабатывают в первую очередь и с максимальным вниманием. Лиды категории Б обрабатывают после лидов категории А и лиды категории С обрабатывают в последнюю очередь. Друзья, очень простая методика ABC. Есть более сложная методика, она называется BANT. Я не уверен, что все из вас про нее слышали, поэтому о ней расскажу подробнее. BANT – это аббревиатура из четырех терминов. И по методике BANT каждый лид он квалифицируется по четырем признакам. Ну, BANT – это аббревиатура, поэтому первое B – это бюджет. То есть ваш менеджер по продажам определяет, какую сумму денег этот клиент в принципе готов потратить. И, возможно, вы у меня спросите, а как это вообще сделать? Что, неужели в лоб спросить у клиента, сколько у вас есть денег? Нет, конечно, в лоб спрашивать не надо. Для этого есть специальные хитрости продавцов. Например, я вот такой вот приведу вам историю. Продавец говорит вашему потенциальному клиенту, лиду. Вы знаете, у нас есть, по сути, три категории работ. То есть мы делаем сложные работы стоимостью от миллиона и выше. У нас есть достаточно такие простые типовые внедрения, которые у нас стоят от, например, 200 тысяч до 900 тысяч. И есть простые типовые внедрения, которые мы делаем за один день. Их стоимость от 20 до 100 тысяч. Вам про какое сейчас рассказать? И дальше, конечно же, клиент, если у него бюджет большой, он попросит рассказать либо про все, либо про то, которое стоит от миллиона. А если у него бюджет до 100 тысяч, он, конечно, попросит рассказать исключительно про те услуги, которые входят в эту шкалу. Итак, мы определяем бюджет, а авторити – это власть. Мы определяем, тот человек, с которым мы коммуницируем, он имеет вообще право принимать решения по сделке или кроме него это будет делать кто-то еще. Потому что одно дело, когда вы ведете переговоры с таким же менеджером, только не по продажам, а, например, по закупкам или, скажем, помощником системного администратора. И другое дело, когда вы ведете переговоры с финальным ЛПРом. Например, это, не знаю, генеральный директор компании, исполнительный директор, CIO, то есть руководитель по информационным технологиям или коммерческий директор. То есть очень важно, чтобы ваш менеджер понимал статус этого лида. N – потребность, ну, needs. Я думаю, здесь все достаточно просто. То есть клиенту, например, нужно внедрение CRM. Но CRM можно внедрить для того, чтобы контролировать каналы коммуникации, для того, чтобы автоматизировать воронку продаж, для того, чтобы настроить отчеты и видеть, как работают разные менеджеры. И если менеджер схватится не за тот фронт работы, который реально нужен клиенту, то есть риск, что у клиента просто пропадет интерес и он уйдет искать другого поставщика. Поэтому очень важно, чтобы на этапе квалификации лида ваш менеджер по продажам или человек, который работает с лидами, он мог задать несколько уточняющих вопросов, позволяющих понять, что именно нужно этому клиенту. И самый важный показатель – T – таймлайн, время. Обычно при квалификации лида почему-то менеджеры по продажам об этом не спрашивают. А на самом деле это очень важно. Время – это значит, как быстро вашему клиенту нужно получить эту услугу. Например, у клиента нет сайта. Ему нужно разработать сайт и сроки горят. Сайт нужен уже через две недели. И это одна история. Дорогая, но очень перспективная. А другому клиенту, например, сайт можно запустить и к Новому году, потому что он торгует, скажем, елочными игрушками и для него нормально, если сайт запустится к концу ноября. И это совсем другая история. Вы понимаете, что у вас есть больше времени, но в то же время у клиента есть больше шансов соскочить. Ну, то есть искать параллельные других поставщиков. Конечно же, в первую очередь нужно обрабатывать тех клиентов, у которых сроки горят. И это очень хорошая возможность заработать, потому что чем меньше времени у клиента остается на реализацию задачи, если вы уверены, что вы эту задачу в срок можете решить, тем больше вы на таком клиенте можете заработать. Друзья, пойдем дальше. Мне задавали вопрос, а как быстро лид нужно квалифицировать в сделку? Знаете, есть простое правило. Если этот клиент или лид он не купит даже сейчас, это не значит, что он потерян для вас навсегда. И в итоге лиды квалифицируют либо в некачественные, ну, то есть случайно человек к вам обратился, проходил мимо, услышал, что будет семинар, зашел, понял, что это вообще не про него. Да, конечно, такие лиды можно браковать. Но есть клиенты, которые заходят, им интересно, им нравится, просто они не готовы покупать сегодня. Но в перспективе, например, полугодовой, они, возможно, купят. И тогда можно квалифицировать их как лиды для маркетинга. Есть даже две специальные аббревиатуры MQL и SQL. MQL – это лиды, квалифицированные для маркетинга. Это лиды, которые нужно подогревать, с ними нужно просто находиться в информационном пространстве, чтобы они слышали о вас, видели вас и в конце концов вернулись к вам уже будучи готовыми к покупке. А SQL – это лиды, которые готовы покупать. Пришел человек на ваш семинар, послушал, сказал, вот здорово, а у меня, например, сайт работает плохо, я бы хотел переделать. Отлично. Вы квалифицируете его как SQL, лид для продажи. Так вот, друзья, сценарий, который мы рекомендуем. Лиды для маркетинга просто конвертируйте в контакты. Лиды не должны висеть у вас по полгода, по год лиды должны обрабатываться максимально быстро. Если вы видите, что этот лид, он в целом представляет какой-то интерес для вашей компании, но сегодня или даже через два месяца не купит, просто конвертируйте его в контакт. Создайте контакт, в вашей клиентской базе появится контакт с определенными признаками, и вы будете знать, какую рекламу ему показывать, когда ему письма слать. Но если же он реально готов вести переговоры, сразу же конвертируйте его в сделку и работайте дальше по сделке. Потому что ответственность менеджеров по продажам по работе со сделками она значительно выше, чем по работе с лидами. Это даже на уровне психологии. Друзья, где взять еще хорошие лиды? Вот я рассказал вам про историю партнерских мероприятий, которые компания 1S Bitwix позволяет вам проводить, даже не просто позволяет, а помогает вам проводить и соответственно получать много лидов. Но кроме этого вы можете проводить и свои мероприятия. Вы можете проводить, например, вебинары. Вы можете проводить бизнес-завтраки. Вы можете проводить ваши собственные мероприятия. И мы со своей стороны тоже стараемся поддерживать такие ивенты. Мы даже тоже в некоторых случаях частично компенсируем затраты либо начисляем призовые баллы. Вы можете подробнее узнать в нашем отделе партнерского маркетинга. Но суть в том, что каждое такое мероприятие может тоже дать вам большое количество лидов. Я хочу вам сейчас привести пример еще одного нашего очень известного партнера компания Pinol. Компания Pinol славится двумя вещами. Ну, на самом деле, тремя. То есть очень такой жесткой активностью по работе с лидами, большим количеством мероприятия, вебинаров и e-mail рассылок, которые они делают, и тем, что они разрабатывают приложения и с этих приложений тоже получают большое количество лидов. Я верну слайд, он у меня случайно закрылся. Друзья, то есть вы проводите вебинар, и вы потом с этого вебинара получите какое-то количество регистраций. Например, на наш вебинар зарегистрировалось, например, 700 партнеров. Мы делаем вебинар сейчас под брендом Академия продаж Bitrix24. И на прошлой неделе в Москве я проводил такой вебинар вместе со специальным гостем Алексеем Куддиновым. И на этот вебинар у нас зарегистрировалось больше, чем 1100 человек. То есть мы на один вебинар длительностью 1 час получили 1100 новых лидов. Часть из этих людей уже являются нашими платными клиентами, но часть не являются. И для нас это хорошая возможность превратить их в наших платных клиентов. Следующий момент, который будет очень полезен для тех, кто уже проводит мероприятие. Друзья, всегда, когда человек пришел на мероприятие, у него есть какой-то горизонт принятия решений. Есть люди, у которых этот горизонт короткий. И вы можете использовать это себе во благо, если сделаете так называемое горящее предложение. То есть, вы скажете, обычно разработка сайта у нашей компании стоит, например, миллион, но только для участников нашего семинара и только в ближайшую неделю мы готовы сделать эти работы за, например, 720 тысяч рублей. Или обычно консультация нашей компании стоит 2000 рублей в час. И мы там минимум 10 часов берем, но только для участников нашего семинара мы предлагаем консультации за 500 рублей за час. Воспользуйтесь этим предложением, оно актуально в ближайшие 3 дня. Вы знаете, вот все такие вещи, которые имеют короткий срок предложения, они очень хорошо работают. Поэтому мы рекомендуем вам делать для тех, кто приходит на ваше мероприятие, вне зависимости от того, это мероприятие, которое вы проводите вместе с нами, или это мероприятие, которое ваша компания организует сама. Делайте горящее предложение. Следующий, предпоследний пункт. Друзья, собирайте отзывы. Если люди пришли на ваш вебинар, обязательно подготовьте анкету или на ваш семинар и соберите отзывы, оценки, обратную связь, рекомендации, что можно сделать лучше. Если люди сделают это, то сработает так называемый принцип «нога в двери». Я расскажу немножко про этот принцип. Есть очень замечательный автор Роберт Чалдини. У него есть книги «Психология влияния», «Психология убеждения». Я очень рекомендую почитать «Это замечательные труды». И этот принцип «нога в двери» он работает таким образом. Если вы хотите, чтобы ваши клиенты что-то сделали, то если вы просто приедете к ним и сразу позвоните в дверь и скажете «Купите у меня этот чудесный пылесос», он скажет «Ну, как-то я пылесос не очень хочу покупать». Но если вы позвоните и скажете «Здравствуйте, мы демонстрируем сейчас возможность нашего пылесоса, давайте мы вам бесплатно пропылесосим». Подумают. Ну, вы знаете, этот пример очень многим, я думаю, даже приходили такие камевояжеры. Не всегда это, конечно, радует, но я сейчас не про пылесосы, я сейчас больше про принцип. То есть если что-то ваш клиент согласился для вас сделать, то согласиться на следующее действие ему будет гораздо легче. То есть представьте, вам дверь приоткрыли, а вы ногу в дверь вставили, и дверь закрыть уже тяжело, потому что ваша нога уже там. Человек вас, скорее всего, впустит. Так вот и в случае с проведением мероприятий. Вы провели мероприятие, люди пришли, они еще не готовы покупать, они еще лиды, но вы попросили их написать обратную связь, поставить оценки, что-то они для вас уже сделали. Вы благодарите их за то, что они для вас сделали, и предлагаете их перейти на следующий уровень ваших отношений. Вот так работает принцип нога в двери. Поэтому обязательно используйте это после мероприятий. Собирайте как можно больше обратной связи. Друзья, и мы почти подошли к концу. Этот пример, он коснется, наверное, на тех, кто работает с Bittrex 24. У нас есть такое понятие, как реферальная ссылка на регистрацию в Bittrex 24. И, возможно, многие из вас уже являются нашими партнерами по этому продукту, но многие, я уверен, еще не являются, не используют. Как это работает? То есть вы предоставляете клиенту ссылку, говорите, вы еще не пользуетесь Bittrex 24, а вот ссылочка, регистрируйтесь прямо сейчас, бесплатно. Клиент регистрируется, но это ваша ссылка. Этот клиент уже привязан к вам. И дальше вы видите этого клиента в своем партнерском кабинете и с ним работаете. Но это тоже какой-то определенный шаг в конвертации лида в сделку, причем в сделку выигранную. Я просто приведу пример. Вот небольшая компания, партнер из Челябинска, который стал нашим партнером совсем недавно. Он использует какие-то дайджесты, e-mail рассылки. И вот он отправляет рассылку. Может быть, помните такую историю, как протон запускали, протон упал, а потом все свалили на кладовщицу, которая ушла на больничный, что-то там не поставила и в результате ракета упала. Он приводит этот актуальный пример, а потом говорит, ребята, если не знаете, что почем, вот смотрите хотя бы бесплатный вариант B324, там есть много чего интересного. Люди переходят по ссылке и это сразу реферальная ссылка. То есть они регистрируются, а он получает регистрацию. Кстати, мы же даже выплачиваем вознаграждение за тех, кто зарегистрировался сам, а потом пришел и у нас на сайте оплатил. Мы все равно компенсируем 50% от этой оплаты. Вы как партнеры на этом зарабатываете. Есть многие партнеры, которые именно на публикации реферальных ссылок, на активной контекстной рекламе прямо построили свой бизнес. То есть они отправляют клиентам ссылку, те регистрируются, и у партнера 5 или 10 тысяч регистраций. Вы представляете, какая мощная клиентская база? Это уже не просто 5 тысяч лидов, это 5 тысяч подогретых лидов. Они уже начали пользоваться продуктом, а значит можно переходить на следующий шаг и продавать им. Поэтому если вы проводите мероприятия, в которых рассказываете про Bitrix24, обязательно отправьте всем реферальную ссылку от вашей компании и в результате получите довольных и счастливых клиентов. Друзья, мы подошли с вами снова на этап вопросов. У нас хороший тайминг, мы укладываемся во время и у меня есть сейчас больше 20 минут для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Я вернусь сейчас немножко к началу нашего, на самом деле не к началу, к серединке нашего вебинара, потому что я просто не успел ответить на множество вопросов, которые касались, например, заявок на внедрение или которые касались наших мероприятий. Давайте я расскажу. Значит, смотрите, вот у меня спрашивают, бывает страшно браться за заявки или внедрения плюс доработки, приходится работать с какими-то решениями с маркетплейса и там, значит, не очень какой-то есть качественный код. Вы знаете, специфический кейс, на самом деле я не буду сейчас связывать приложение с работой с лидами, давайте, наверное, отдельно об этом поговорим, но вообще мы, конечно же, проверяем. Итак, пробовали брать всего 2 заявки, не выиграли их. Сейчас есть такое ощущение, что мы видим заявки с занятыми партнерскими слотами. Мы уже понижены в рейтинге? Нет, вы еще не понижены в рейтинге. То есть, если вы брали всего 2 заявки, у вас не будет какого-то понижения. Поэтому просто пробуйте, работайте дальше. Обычно мы начинаем вычислять конверсию, если вы взяли хотя бы, например, 50 заявок. Ну, потому что тогда уже можно понять. 50 заявок взяли, ни одной не выиграли, ну, плохо. 50 заявок взяли, одну выиграли, конверсия 2%. Хорошо. Так, про поводу организации формулы сайта я уже рассказывал. Идем дальше. Есть вопрос по поводу частичной компенсации затрат за организацию мероприятий. Да, конечно, эта компенсация происходит нечистыми деньгами. То есть, мы перечисляем это вознаграждение на ваш бонусный партнерский счет. И вы можете использовать эти деньги для того, чтобы покупать лицензии и продукты. Но ведь это абсолютно понятный цикл. То есть, вы привели клиентов на семинар. Они заинтересовались. И потом они идут покупать у вас лицензию на БУС либо на Битрикс24. Вы платите не деньгами клиента, а деньгами с бонусного счета. А деньги клиента остаются у вас. Как подать заявку на проведение федерального семинара? Друзья, вот прямо сейчас заходите в партнерский кабинет. Прямо сейчас вы, скорее всего, увидите прям огромный баннер рекламы федерального семинара и сможете подать эту заявку. На самом деле, там есть еще города, по-моему, если я не ошибаюсь, по которым можно пройти. Будет ли детальный инструкция по проведению мероприятий? Друзья, она есть. Она есть, заходите, смотрите. А где можно оставить заявку, чтобы со мной связались по проведению семинаров? Спрашивает Алексей. Друзья, на партнерском сайте. Заходите на партнерский сайт, читайте внимательно, там все очень подробно расписано. Сколько людей нам нужно минимум, чтобы провести партнерский семинар по Битрикс24? Очень хороший вопрос. Я надеюсь, что мне сейчас коллеги из партнерского маркетинга будут подсказывать ответы на какие-то вопросы, потому что не на все я знаю детальные ответы, но я поделюсь своим личным представлением. Мне кажется, что это, наверное, где-то от трех-четырех человек как минимум. То есть одним человеком невозможно будет провести семинар, потому что кто-то должен сидеть на регистрации, кто-то должен контролировать все презентации и, скорее всего, кто-то должен от вас выступать. Если в вашей команде есть вот такие три-четыре человека, так мне кажется, вы вполне можете эффективно провести работу. На данный момент заявки на разработку сайта можно получить только в личном кабинете на сайте Bittrex. Да, на данный момент это именно так. Как я уже сказал, мы с мая планируем поменять эту модель, чтобы вы получали заявки на разработку сайта тоже в приложении. Я планирую организовать семинар, с чего начать, с кем связаться. Это мое первое мероприятие. Друзья, заходите на партнерский сайт, заходите в раздел мероприятия. Вы знаете, я думаю, что я, когда закончу отвечать на вопросы, прямо при вас проделаю этот путь. Я зайду на партнерский сайт и покажу, где же найти ответ. Вот вопрос, который связан с лидогенерацией. Какие каналы трафика использовать, кроме приложения? Очень хороший вопрос. Друзья, есть огромное количество каналов трафика. Например, поисковая реклама. В месяц сейчас больше 100 тысяч человек ищут Bittrex 24 или ищут внедрить CRM, или ищут сделать сайт. Это по каждому из ключевых слов такое количество запросов. Вы можете собирать трафик из поисковых систем, из Google или из Яндекс. Вы можете собирать трафик с вебинаров. Проводите вебинары на разную тематику, связанную с продажами или с сайтами. Вы можете собирать трафик из социальных сетей. То есть, тестируйте все каналы. На какой формат семинара можно пригласить спикера Bittrex 24? Елена, спикера Bittrex 24 можно пригласить на формулу сайта или формулу бизнеса. На специальные семинары по Bittrex 24 или на федеральные семинары мы не приезжаем. То есть, эти мероприятия полностью проводят партнеры. Если же вы проводите ваше собственное мероприятие, то мы, конечно же, не обещаем, что можем в нем принять участие, но если это вдруг бизнес-завтрак, например, для, скажем, крупных корпоративных клиентов, то вполне возможно, что мы сможем выделить своего человека. Мы пробовали работать по заявкам. Редко получается их забирать. Что посоветуете? Друзья, просто следить за заявками. То есть, посадить менеджера, который регулярно будет заходить в приложение и обновлять информацию. Например, мы взяли 10 заявок, ни одну не смогли довести до контракта. Какие для нас последствия? Друзья, никаких последствий не будет. Не переживайте. Как я уже сказал, если вы взяли меньше 50 заявок, то еще недостаточно информации для того, чтобы оценить вашу конверсию. Если вы взяли, например, 80 заявок и ни одну не смогли выиграть, то да, здесь будет небольшая пессимизация. Но если вы взяли, например, 10 заявок, просто продолжайте брать заявки, выигрывайте сделки, потому что из 10 заявок сложно выиграть даже одну. Тут конверсия должна быть 10%. Мы бизнес-партнеры. Объясните, пожалуйста, как установить приложение. Друзья, вам нужно быть бизнес-партнерами Bittrex24. Вы заходите в кабинет партнера Bittrex24, заходите в карточку партнера и листаете эту карточку до конца. Прямо внизу будет ссылка на установку приложения. Почему не подтягивается город и название компании в сделку? Хороший вопрос. Это про заявки на внедрение. Друзья, потому что у разных это пользовательские поля, не все их добавляют реквизитами и поэтому мы отдаем это в контакт. Потому что иногда бывает просто несовпадение пользовательских полей и теряется эта информация. А мы не хотим, чтобы они терялись. Вот очень хороший вопрос. Все ли партнеры могут проводить семинары вместе с Bittrex или только золотые? Друзья, нет, не только золотые. Даже если вы бизнес-партнер, но вы хотите расти, у вас есть команда, которая способна в вашем городе провести семинар, свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом партнерского маркетинга. И у нас есть замечательная история успеха, когда бизнес-партнеры начинают проводить с нами мероприятия, формулу сайта или специальные семинары по Bittrex24 и очень быстро растут, получают много новых клиентов, становятся золотыми партнерами буквально за полгода. Почему заявка сразу приходит в сделку, а не в лид? Друзья, потому что работа по сделке, она более ответственна. И мы по сделке получаем обратную связь. Мы видим, какие сделки доведены до выигрыша, какие до проигрыша. Можно ли видеть список компаний, которые уже взяли эту заявку? Нет, друзья, нельзя. То есть вы не можете увидеть, какие партнеры взяли эту заявку. Как подать заявку с личного кабинета на сайте партнерс24? Друзья, а не нужно туда подавать заявку? Я не очень понял вопрос. Здесь написано, что появилась кнопка заявка на внедрение в облачный CRM битрикс24. Вам нужно в вашем партнерском кабинете войти в карточку партнера, я уже рассказывал несколько минут назад, и прямо из карточки партнера установить приложение. И у вас в вашей CRM появится не кнопка, а дополнительный пункт меню, дополнительное приложение. Итак, как зависит от статуса партнера его возможность организовывать семинары битрикс24? Вы знаете, напрямую не зависит. То есть скорее зависит от вашего опыта вообще работы по проведению мероприятий. Здесь нужно пообщаться вам с отделом партнерского маркетинга, с моими коллегами, и они смогут подробнее рассказать. А вот пишут люди, что хотели бы в Молдове провести мероприятие. Друзья, у нас нет отдельного партнерского отдела для Молдовы, но я знаю, что у нас проходят мероприятия в разных странах, и я думаю, задайте этот вопрос коллегам из партнерского маркетинга, они обязательно ответят. Если клиент уже является пользователем битрикс24, и получил консультацию, но не сообщает свой портал, закрывать в таком случае как проигранную? Да, закрывайте как проигранную. Друзья, пошли вопросы по поводу лидов. Значит, расскажите про рефералку. Непонятно, как с ними работать. Друзья, наверное, это тема отдельного вебинара, сейчас не готов ответить подробно на этот вопрос. Расскажу, Александр, персонально. Если клиент зарегистрировался по нашей реферальной ссылке, а воспользовался услугами другой компании, чей он клиент в итоге? Друзья, если он купил у другого партнера, он стал клиентом другого партнера. Если клиент зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, пожалуйста, работайте с ним. Пишите ему письма, звоните ему, приглашайте его на ваше мероприятие, чтобы он купил в итоге у вас. Мы немного рассказываем в этом вебинаре про бус. Друзья, да, мы просто на примере битрикс24 показываем какие-то вещи, которые скоро будут работать и для бус. Поэтому не переживайте, для партнеров бус мы очень много расскажем. Можно ли рассказать подробно о гранте на развитие нового бизнеса для партнеров битрикс24? Да, в двух словах скажу. То есть все наши новые партнеры, которые только начинают работать с битрикс24, даже если до этого вы были партнером один из битрикс, но продавали только бус и не были участником партнерской сети битрикс24, у вас есть возможность получить грант в размере 60 тысяч рублей. Мы предоставляем этот грант на 90 дней и вы можете использовать его для того, чтобы уменьшить стоимость лицензии. То есть вы, например, клиенту продали за 120 тысяч, 50% ваша партнерская скидка, вы нам должны заплатить 60 тысяч, но вы эти 60 тысяч нам платите из гранта и тем самым оставляете себе все клиентские деньги. Это ваша возможность пополнить оборотные средства, раскачать это направление, потому что, конечно же, вы берете продавца, маркетолога, нужно время, чтобы они привели первых клиентов. А будет ли рассылка по участникам вебинара? Конечно. Если используются роботы для отправки e-mail, то письма попадают в спам. Как с этим бороться? Друзья, ну, к сожалению, со спамом нужно бороться всегда. То есть нужно слать целевые письма целевым участникам. Я думаю, это тоже тема, наверное, отдельного вебинара. А как продавать ошибки битрикса клиентам? Мы не хотим бесплатно оказывать поддержку. Есть ли кейс или совет? Конечно, есть большое количество партнеров, которые продают платную поддержку, платные консультации. И я думаю, здесь лучше всего общаться на наших партнерских мероприятиях. Приезжайте на идею, приезжайте на другие наши мероприятия, где собирается много партнеров, и просто перенимайте опыт. Хотелось бы получать лид в CRM при регистрации по реферальной ссылке. Возможно ли это? Отличный вопрос. Да, в будущем мы хотим, чтобы было именно так, чтобы при регистрации вы не только у себя в кабинете партнеров видели этот новый портал, но и получали лид в CRM. Мы работаем над этим. Спасибо вам большое за вопрос. Будет ли квалификация по бюджету в заявках на внедрение Bitrix24? Тоже очень хороший вопрос. Друзья, мы пока не требуем от вас указывать обязательно стоимость внедрения либо лицензии, но планируем во второй половине года поработать в этом направлении. Где лучше давать рекламу? В каком канале? Друзья, давайте рекламу во всех каналах, анализируйте конверсию и работайте с максимально эффективными каналами для вас. Нет какого-то, знаете, волшебной пилюли или волшебного рецепта. Есть ли в CRM Bitrix24 возможность классифицировать лиды по банту? Друзья, вы такую возможность можете настроить сами. Вы можете настроить для лидов пользовательские поля, прямо назвать, например, это поле бант или сделать отдельные четыре поля бюджет, власть, потребность и время и обязать ваших сотрудников проводить такую квалификацию лида. Насколько эффективны холодные звонки с целью назначения встречи для демонстрации продукта и внедрения. Хороший вопрос, не совсем касается темы лидов, но я на него все-таки отвечу. Друзья, конверсия холодных звонков в продаже, она, конечно же, ниже, чем конверсия, например, входящих заявок, лидов с мероприятий, но, тем не менее, она не нулевая. Я знаю сразу несколько партнеров, которые довольно успешно построили свой бизнес на холодных продажах и даже умудрились продать энтерпрайз-лицензии. То есть, вот поразительный случай, но клиент, нашли с помощью холодных звонков клиентов, которые купили лицензии стоимостью от миллиона рублей и выше. Поэтому, если вы хотите попробовать, я рекомендую пробовать. А есть ли ограничения по проведению семинаров по Bittrex24? Друзья, если вы хотите принять участие в нашей программе семинаров, да, ограничения есть. С ними можно ознакомиться на партнерском сайте. Как конвертировать мейлы из Яндекс.Почты в лиды? Друзья, технический вопрос, просто подключайте наш e-mail трекер, подключайте почту из Яндекс и дальше они будут попадать в лиды. А где посмотреть туду-лист для семинаров? Друзья, на партнерском сайте. У нас есть отдельный раздел про партнерские мероприятия. Когда бонусный счет будет доступен в Казахстане? Антон, не готов ответить, к сожалению, на этот вопрос, работаем сейчас над этим. Много клиентов не очень довольны тем, как работает сервис, письма попадают из Bittrex24 в спам, что с этим делать? Друзья, если мы говорим про CRM-маркетинг, например, то он у нас еще в бета-версии. И, конечно же, мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно наши клиенты использовали этот сервис и письма в спам не попадали. Я думаю, здесь нужно просто подождать, когда CRM-маркетинг выйдет из бета. Вопрос от того, кто только стал партнером. Какие отделы нужны в штатном расписании компании? Консалтинг, внедрение, интеграция, лицензии. Друзья, вы знаете, на старте очень многие наши партнеры берут просто одного продавца, одного маркетолога и одного внедренца. И вот такая организационная структура позволяет, если мы говорим про Bittrex24, довольно быстро добиться результатов. Для проведения семинара обязательно должны быть сотрудники компании или можно пригласить помощников? Ух, хороший вопрос. На самом деле, конечно же, обязательно должны принимать сотрудники компании участие, но вы можете привлекать и помощников, наверное. Если я не прав, меня коллеги из партнерского маркетинга поправят. Возможно ли регистрация партнера как физлицо, не ООО и не ИП? Друзья, в теории возможно. На практике, конечно же, есть ограничения. Вы сможете расплачиваться только карточками и, например, вы не сможете пользоваться в полной мере агентской программой. Есть нюансы. Для доступа к заявкам на разработку сайта можно ли их использовать без применения Bittrex24? Нет, нельзя. Если вы будете получать заявки на разработку сайта, вы должны пользоваться CRM. Конечно же, мы хотим, чтобы это было наше CRM. Поэтому мы будем передавать эти заявки в CRM. И вообще, мне кажется, это уже просто стандарт де-факто не только для наших партнеров, но и для всего рынка. То есть работа продавцов без CRM, она, наверное, не очень эффективна. Так, мне коллеги отвечают, что есть на партнерском сайте есть ссылка Marketing Support и вы найдете там ответы на множество вопросов по маркетинговой поддержке. Я сейчас прямо этот ответ скопирую и его получат все абсолютно, кто задавал вопросы. Друзья, вот я отправил сейчас ответ на вопрос. Я надеюсь, вы его получили. В нем указана ссылка. Заходите, пожалуйста, по этой ссылке и там получите ответы на ваши вопросы по нашей маркетинговой поддержке. Вопрос по лидам. Если клиент уже с нами работал, но пришел за другими услугами, нужно ли его проводить как лид или можно создавать новую сделку по этому клиенту? Вы знаете, я бы рекомендовал на данном этапе создавать новую сделку. Мы, как я уже сказал, работаем над появлением повторных лидов в нашей CRM. Они скоро появятся и тогда вы сможете работать уже с повторными лидами. Но сейчас, наверное, есть смысл создавать новые сделки. Друзья, отправляю вам всем еще одну ссылку. Это набор на наш федеральный семинар. Вы можете сейчас прямо посмотреть эту ссылку и перейти по ней. Я хочу вас попросить, если вы получили сейчас ссылку, поставьте плюс, пожалуйста, потому что я отправил всем, но мне очень важно понять, пришла ли она. Если я увижу хотя бы несколько плюсов, я пойму, что все окей, все нормально, вы получили. Все, друзья, можно плюсы больше не ставить. Большое спасибо, я увидел, что вы их получаете. Какую нужно сделать конверсию, чтобы выйти из двухчасового окна задержки по заявкам? Объясню, о чем речь. Если партнер брал много заявок и у него крайне низкая конверсия, например взял 200 заявок, вообще ни одной не выиграл, он не видит сразу все заявки. Они к нему попадают с двухчасовой задержкой, чтобы первыми их успели взять успешные партнеры. У вас просто должна быть положительная конверсия по сделкам. То есть она должна быть не 0,01%, а, скажем так, выше. Так, будет ли публично доступна формула? Формула чего? Нашего рейтинга? Пока еще не будет доступна. Если в начале работы заявку взяли, но потом удалили сделку. Друзья, не надо сделку удалять, ни в коем случае, потому что вы тогда просто не сможете завершить заявку. Это плохой сценарий, мы не рекомендуем сделки удалять, ни в коем случае. Расскажите про настройку роботов. В каком разделе BITX24 они находятся? Друзья, вы можете настроить роботов через настройки CRM, для этого нужно зайти в справочники и выбрать, зайти в настройки и выбрать автоматизацию, там есть отдельный раздел. А можете настроить роботов из любой сделки. Заходите в сделку, вы видите общее, у вас там будет такой список и там прямо будут роботы. Нажимаете на роботы, выбираете и настраиваете. Очень легко. Возможно ли перепривязка клиента? Наталья, она не просто возможна, она реализована. Да, вы получаете перепривязку клиента, если, например, клиент зарегистрировался по реферальной ссылке другого партнера, но вы поработали с ним, выставили ему счет и он оплатил по вашему счету. Он автоматически будет перепривязан к вам. Вопрос про техническую поддержку открытых линий. Мы поставили, и не совсем корректно работает. Антон, не знаю точно, что именно некорректно работает. Давайте после вебинара отдельно пообщаемся, потому что прямо не могу еще ответить. Какие скидки на лицензии можно давать? Хороший вопрос. Нельзя давать скидки на лицензии Boost или коробочную версию Bitrix24. На лицензии облачного Bitrix24 вы можете давать дополнительную скидку 5% от нашей розничной цены. Можно ли сдать статистику партнерских продаж по Bitrix24? Друзья, мы, конечно же, не называем абсолютных сумм. Мы, не публичная компания, не обязаны это делать. Скажу лишь, что речь идет о десятках миллионов рублей. То есть компании, которые активно продают Bitrix24, они зарабатывают десятки миллионов. До сотен еще пока не добрались, а это только на лицензиях. Я сейчас отправлю вам еще одну ссылку, друзья. Это адрес электронной почты нашего отдела партнерского маркетинга. Если у вас есть вопросы к ним, можете задавать. Вот вопрос про грант. Доступен ли грант только для новых партнеров? Да. То есть если вы уже давно работаете с Bitrix24, грант, к сожалению, для вас не будет доступен. Не могу найти в партнерском кабинете баннер о федеральном семинаре. Друзья, ничего страшного, я отправил недавно ссылку на федеральный семинар. Пожалуйста, перейдите по ней. По какой ссылке посмотреть выступления партнеров с прошлых мероприятий? Я так понимаю, что идет речь про идею 2017 года. Владислав, я вам персонально отправлю эту ссылку. Когда будет корректно работать CRM-маркетинг? Как только он выйдет из бета-тестирования. А если у вас универсальный скрипт по продаже продуктов в 1S Bitrix или Bitrix24 в холодную, являемся 1S-франчайзи. Да, у нас такие скрипты есть. Они есть в книгах партнерских продаж. То есть вы можете на наших партнерских скайтах скачать книгу продаж Bitrix24 или книгу продаж BOOS и имеется в виду, что вы можете прямо оттуда получать скрипты. Есть уточняющий вопрос по поводу заявок на разработку сайта. Если компания использует другую CRM, не Bitrix24, к сожалению, мы не можем пока в другую CRM передавать заявки. Можем только в нашу. Так. Удаленную сделку можно ли восстановить в заявках на внедрение? Друзья, скорее всего, нет. То есть если вы сделку уже удалили из вашей CRM, то восстановить ее, к сожалению, не сможете. Поэтому прошу, не удаляйте сделки. Можно ли передавать контакты с заявок на внедрение другим партнерам? Друзья, ну на самом деле вы можете просто подарить другому партнеру лид, он его выиграет, но как бы в чем тогда ваша выгода? Я вот не очень понимаю. Можно ли давать бонусы вместе с лицензиями? Не совсем понимаю, какие бонусы, но у нас уже есть специальные промо-коды для клиентов. Можете давать им больше места в облаке и многое-многое другое. Работают ли скидки в 15 или 20% при подключении клиента на 6 или 12 месяцев? Хороший вопрос. Друзья, у нас уже нет скидок в 15 или 20% если наш клиент покупает на 6 или 12 месяцев, потому что с 1 февраля мы обновили ценовую линейку Bitrix24, облачного Bitrix24, и там теперь другая модель ценообразования. Там клиент сразу видит конечную цену. Либо сколько стоит месяц в этом годовом тарифе, либо сколько стоит весь годовой тариф. Вы можете от этой цены дать дополнительную скидку только 5%. Так. Какие функции будут в новой редакции бизнес-процессов? Вы знаете, друзья, не готовы сказать, какие будут функции в новой редакции бизнес-процессов, но, наверное, ждите в релизе. Будут ли обучающие курсы по CRM-маркетингу? Друзья, конечно. По CRM-маркетингу мы проводим отдельные вебинары и будем проводить. Заходите на сайт Bitrix24, смотрите наши вебинары, а я хочу вас сразу пригласить на вебинар, который пройдет на следующей неделе, 29 марта. Его будет проводить в рамках Академии продаж Bitrix24 наш очень хороший партнер из Санкт-Петербурга, Светлана Русова, компания BestRank. Там будет про повторные продажи, и там будет очень много про CRM-маркетинга. Друзья, просто погуглите Академия продаж Bitrix24, заходите на наш сайт и регистрируйтесь. Так, можно ли применить промокод после регистрации портала? Да, можно. То есть клиент может у себя в портале применить промокод и будет привязан к вам. Мы с вами на самом деле подошли к концу нашего вебинара. Как мне кажется, мы очень хорошо уложились в полтора часа. Я успею ответить еще буквально на пару вопросов. Какие сейчас требования для получения NFR-ключа коробки для разработки? Возможно ли его получить? Смотря какую коробку. Бус или Bitrix24. В целом, мы предоставляем нашим партнерам коробочный NFR. Какие преимущества у крупнейшего федерального партнера или равные условия? Друзья, ну, например, есть компания Первый Бит. То есть у нее нет преимуществ перед вами, например, в получении заявок на внедрение Bitrix24 или в проведении семинаров. Они работают по таким же принципам. То есть у них нет каких-то преимуществ перед вами. На все ли платные тарифы можно давать скидку 5%? Андрей, уточняю. Вы можете предоставлять скидку 5% на все платные тарифы при покупке от 3 месяцев. На месяц предоставлять нельзя. Как скоро будет выложена запись? Друзья, запись будет отправлена по электронной почте. По завершению вебинара мы финализируем запись и сделаем вам рассылку. Друзья, у меня большая просьба для тем, кто остался в вебинаре, поставьте, оценку полезности этого вебинара для вашей компании от 1 до 5. Если вы считаете, что вебинар был абсолютно бесполезным, неинтересным, скучным и вообще неправильным, поставьте, пожалуйста, единицу. Если вы считаете, что вебинар был для вас полезным, скажем, очень и много правил для работы с следами вы будете применять или получили ответы на вопросы, которые вас интересовали, поставьте, пожалуйста, пятерку. Либо четверку, тройку, в зависимости от вашей оценки. Мне тоже важно собрать вашу обратную связь и понимать, о чем рассказывать в будущем и какие советы будут наиболее полезны и эффективны. Друзья, большое спасибо. Вижу уже очень много оценок. Очень приятно, что много пятеров. Мне, как ведущему вебинара, безусловно, это лестно. Но на самом деле будем работать над тем, чтобы наши вебинары были для вас максимально полезны. Друзья, очень благодарен за то, что вы уделили полтора часа для нашего общения в этом вебинаре. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши оценки. И я сейчас вот в конце хочу вам дать еще раз несколько полезных советов. Во-первых, работайте с нашими заявками на внедрение, используйте активный маркетинг. Например, проводите семинары вместе с нами. И, конечно же, не пропускайте акции, которые делает наша компания. Друзья, в конце мой адрес электронной почты. Если вдруг вы не успели задать свой вопрос, или если вы задали его, а я по каким-то причинам не успел на него ответить, такие вопросы действительно были, напишите, пожалуйста, мне письмо по электронной почте. Я обязательно отвечу персонально на вопрос каждого. Друзья, вот сейчас перед вами мой адрес электронной почты. Пишите, пожалуйста. И даже не только с вопросами, но и с вашими предложениями. С какими-то идеями, которые будут по совершенствованию нашей партнерской программы. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Итак, да, просят почту прислать в чат. Хорошо, сейчас я напишу адрес электронной почты в чат, для того, чтобы вам было удобнее. И отправлю его всем участникам. Вы знаете, я не уверен, что оно ушло всем. Делаю это повторно. Вот теперь мой адрес электронной почты точно ушел всем. Друзья, спасибо вам большое. Если у вас есть вопросы, которые все-таки хочется получить ответы прямо сейчас, я готов еще персонально в вебинаре ответить на протяжении, например, буквально пяти, а может быть, десяти минут. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Но со всеми, кто был с нами, я на сегодня тогда даже не то, что прощаюсь, я говорю им до свидания и до новых встреч. Очень просят мои коллеги уделить еще некоторое внимание вопросам. Друзья, если есть вопросы, на которые вы очень хотите получить ответ прямо сейчас, напишите, пожалуйста. Останусь здесь и буду отвечать. Это не почта. Как не почта? Почта. Я отправил свой адрес электронной почты. Так, друзья, спасибо вам, спасибо. Вот приходят еще вопросы. Возможно ли применить промокод после регистрации портала клиента? Да, я ответил на этот вопрос, друзья. Можно применить, но не промокод в виде реферальной ссылки, а, например, промокод на дополнительное место в облаке. То есть клиент может применить ваш промокод в своем портале, и тогда он станет привязан к вам как к партнеру. Сколько каналов для открытых линий возможно на партнерском тарифе в облаке Bitrix24? Друзья, ну, у вас может быть открытая линия с неограниченным количеством каналов. Подключайте все, которые возможны. Как участвовать регулярно как спикеру у вас? Евгений, задайте вопрос партнерскому маркетингу по поводу участия как спикера на мероприятиях. То есть вы можете проводить мероприятия и быть там спикером. А в наших вебинарах пишите мне, предлагайте, давайте будем общаться. Есть вопрос по поводу заявок на внедрение в Киргизии. Друзья, на самом деле очень редко приходят заявки именно из Киргизии. Ну, просто так получается, что мало активных клиентов там. То, тем не менее, вы как партнер можете видеть эти заявки. Если вы видите, что они приходят из вашей страны, пожалуйста, берите их и отвечайте. Я видел заявки из Узбекистана, из Киргизии. Просто они, к сожалению, редкие. Сергей задает вопрос по поводу условий для получения гранта. Что нужно для этого? Друзья, для получения гранта нужно, во-первых, зарегистрироваться в партнерской программе Bitrix24. Во-вторых, нужно пройти программу обучения, сдать по ней тесты. И, в-третьих, нужно иметь свой сайт, на котором будет какая-то информация, которая подтверждает, что вы действительно собираетесь заниматься продажами Bitrix24. Все. Вот достаточные условия для того, чтобы получить грант. Как взрастить внедренца? Как найти такого человека? Очень хороший вопрос. Друзья, для того, чтобы взрастить внедренца, мы рекомендуем отправлять таких людей на нашу программу обучения. Приходите, пожалуйста, на партнерский сайт. Там есть обучение. Заходите на курс продажи и внедрения Bitrix24. И ваш внедренец буквально за неделю может получить необходимые базовые навыки для того, чтобы начинать. Можно ли попросить юридический отдел подготовить шаблон продажи лицензии по договору о ферте? В партнерском кабинете есть. Не совсем понял вопрос, Антон, скажу честно. То есть у нас есть шаблон договора. Пожалуйста, берите его и используйте. Или вы имеете в виду, чтобы переделать наш шаблон договора под оферту? Давайте подумаю над этим. Не могу пока сказать. А снова вопрос, как конвертировать мейлы из Яндекс.Почты в лиды. И повторю еще раз. То есть нужно настроить e-mail трекер, подключить Яндекс.Почту. Это делается, собственно, в CRM Bitrix24. И настроить так, чтобы указать, что они будут попадать в лиды. Так. Потеряли право на NFR-версию Bitrix24. Можно ли повторно получить такое право? Друзья, к сожалению, если ваша компания получила NFR-лицензию, но не занимается продажами, а у нас очень простое правило, нужно всего лишь на 25 тысяч рублей в течение года совершить продаж. 25 тысяч рублей – это просто одна лицензия на тариф команда, например. Хотя у партнеров большинство покупает компанию. Поэтому вы можете просто с партнерской скидкой 50% приобрести необходимую вам лицензию для себя. Как продать платный Bitrix24 клиенту, который использует версию без оплаты? Олег, очень хороший вопрос. Вы знаете, тема отдельного вебинара. Но я дам вам всего лишь один совет. Просто предложите этому клиенту включить демо-режим, настройте ему на демо-режиме несколько направлений сделок, настройте роботов на этих направлениях сделок и объясните клиенту, что вот максимально эффективная модель работы CRM. Если демо-режим закончится, он потеряет возможность использовать роботов и разные направления сделок. Снова вопрос по гранту. Грант действует 90 дней с момента регистрации или с момента, как он стал доступен для использования? Спасибо за вопрос. С момента регистрации в партнерской программе Bitrix24. То есть если вы были давно партнером по БУС, вы можете подать заявку на участие в партнерской программе Bitrix24. Как только ваша заявка будет промодерирована, пошел отсчет 90 дней. Вам нужно пройти программу обучения. Это занимает обычно 2-3, ну может быть 5 рабочих дней. То есть на самом деле там 9 видеоуроков, каждый из них по несколько видео по 5 минут. И вы сдаете 2 теста, то есть вы можете за неделю максимум пройти эту программу обучения, сдать тест, получаете грант, и у вас есть еще впереди 85 дней для того, чтобы им воспользоваться. Направление Bitrix24 растет. Направление БУС падает, в том числе и за внедрение сайтов и магазинов в Bitrix24. Как объяснить клиентам разницу в позиционировании, если одна и та же функция в двух конкурентных продуктах? Друзья, хороший вопрос. Алексей, спасибо вам за него большое. На самом деле БУС не падает. Я бы скорее сказал, что БУС работает на стабильном рынке. То есть направление БУС у нас растет, но не так быстро, как Bitrix24. И тот функционал по разработке сайтов или, например, в будущем интернет-магазинов, который включен в Bitrix24, это скорее базовый функционал для начинающих игроков. Функционал БУС, он для продвинутых компаний. То есть построить такой же интернет-магазин, как на БУСе, в ближайшее время в Bitrix24 будет просто невозможно. Поэтому это просто разные возможности, разные опции. Сколько человек желательно иметь для начала в отделе продаж? Наталья, хотя бы одного. То есть если у вас уже есть один продавец, он сможет качественно и обрабатывать лиды, и приносить вас новых клиентов. А есть ли заявки из Грузии? Вы знаете, заявок на внедрение из Грузии очень немного. То есть, ну как-то вот мне там единичные какие-то случаи. Как продавать продукты из 1С Marketplace, например, дорогие сайты, если в Bitrix24 уже есть готовое решение на конструкторе? Клиент это видит и ссылается на то, что это бесплатно. Друзья, ну это же разные на самом деле решения. То есть в нашем конструкторе все-таки очень простые шаблоны. Вы можете создать классный сложный шаблон, и у нас есть партнеры, например, компания Аспро из Челябинска, которая у нас лидер продаж по БУС благодаря продаже решений из Marketplace. Они сделали много сложных, достаточно привлекательных шаблонов, и из Marketplace БУС активно их продает. Есть ли кейсы подключения открытых линий Skype или Slack через бота Microsoft в Крыму? Может быть, есть альтернатива, поскольку для Крыма есть санкции? Игорь, хороший вопрос. Он такого технического характера, поэтому я не готов на него ответить однозначно. Я задам этот вопрос своим коллегам. Напишите мне, пожалуйста, письмо по электронной почте, и я с помощью Юрия Волошина либо Сергея Вострикова смогу на него ответить. Мне, как менеджеру в компании партнера Business24, нужно ли проходить какой-то тест или какую-то заявку заполнить, чтобы подать заявку на участие компании в семинарах? Сейчас пробовала пройти по ссылкам, доступа нет. Друзья, доступ есть для тех, кто авторизован как партнер. То есть, если у вас есть доступ на партнерский сайт, вы доступ получите. И дальше там будет написано все, что делать. Если у вас лично нет доступа, попросите, пожалуйста, вашего руководителя, того, у кого есть доступ, зайти вместе с вами, и вы получите всю необходимую информацию. Будут ли шаблоны договоров, так, чтобы в определенные поля вставлять переменные? Да, такие шаблоны у нас в продукте будут. Итак, есть сделка на крупную сумму. Ну, клиент хочет купить официально в Молдове и взять расходы. Ну, прекрасно, можно продать. Как пройти тесты, если вы уже партнер? Друзья, очень легко. Заходите на сайт, партнерский сайт. Прямо на партнерском сайте Bitrix24 есть эти тесты, если вы имеете в виду тесты по курсу продажи и внедрения Bitrix24. И даже несколько ваших сотрудников может пройти эти тесты. Можно ли прислать ссылку на обучение? Да, коллеги, я сейчас выйду из трансляции экрана, перейду сейчас на наш сайт, возьму прямо ссылку на обучение и вам ее отправлю. У меня это займет одну минутку, поэтому эту минуту, пожалуйста, подождите. Я отправлю вам прямо ссылку на... Секундочку. Мне тоже на это потребуется время. Итак, у меня просто нет ее под рукой. Еще немножко ваше терпение. Вот, я скопировал ссылку. И вот сейчас я отправляю... Всем участникам вебинара, которые еще остались в вебинаре, это ссылка на курсы продажи и внедрения Bitrix24. Ссылки на обучающие материалы, задает вопрос Дмитрий. Дмитрий, я хорошо знаю вас. Я думаю, если вы имеете в виду те же обучающие материалы, про которые я только что говорил, то ссылка ушла прямо сейчас. Это вот курс продажи и внедрения Bitrix24. Может ли подать заявку на грант физлицо? Нет, друзья, к сожалению, мы пока что предоставляем гранты исключительно партнерам, у которых есть юридическое лицо, хотя бы индивидуальные предприниматели. Запись вебинара, как я уже сказал, будет. Сколько нужно программистов для того, чтобы уверенно работать? Вы знаете, друзья, не так много. На самом деле, как правило, партнеры начинают с того, что получают простые задачи, многие из которых даже не требуют участия программистов. Это могут быть просто заказы на внедрение, и там программист не нужен. Есть ли заявки на внедрение Bitrix24 из Турции? Да, такие заявки есть. Мы включили сейчас международное направление, и у нас есть большой поток заявок, но для того, чтобы работать с этими заявками, вам нужно быть зарегистрированными в нашей партнерской программе зарубежного направления. Мы его называем у себя западный фронт. Вот если вы зарегистрированы, как партнер, имеющий право продавать не в России, а, например, в Турции или в Германии, вы сможете видеть эти заявки. Если закончатся попытки для сдачи теста, как получить дополнительные попытки? Хороший вопрос. Действительно бывает такое, что менеджеры по каким-то причинам даже с десятого раза не могут сдать тест. Такие случаи редкие, но они бывают. В этих случаях нужно просто немножко подождать. То есть вы просто ждете, и через какое-то время, через две недели или через месяц будут доступны новые попытки. Когда будет пересчитан рейтинг партнеров на сайте Bitrix24? Хороший вопрос. Яна, он будет доступен ориентировочно с мая. То есть мы в конце мая планируем обновить рейтинг. До этого мы опубликуем альтернативный рейтинг. То есть будет видно, как меняются позиции партнеров в зависимости от того, вот как они были по старому рейтингу и по новому. Мы рассказывали об этом вместе с Александрой Седовой, моей коллегой, на партнерской конференции Bitrix24 идея в партнерском потоке. Поэтому могу сейчас об этом повторить. Если есть ИП, просто в ОКВЕДе нет продажи софта. Друзья, мы не смотрим ОКВЕДе, скажу вам честно. То есть мы грант предоставляем не живыми деньгами, а возможностью получить скидки. Поэтому если наш партнер индивидуальный предприниматель, он спокойно может получить грант. Друзья, я сейчас ответил вроде бы на все вопросы, которые мне снова задали участники сайта. Так, регистрация как западного партнера. Необходимо турецкое юрлицо или достаточно российского? Друзья, необходимо зарубежное юрлицо. Это может быть ваша резиденция в какой-то, скажем, офшорной юрисдикции. Это может быть турецкое юрлицо, немецкое юрлицо. Я рекомендую связаться с моими коллегами Александром Резниченко. И вы можете просто у него получить всю информацию. Дайте ссылку на раздел «Западный фронт». Хорошо, одну секундочку. Я сейчас найду эту ссылку и всем отправлю. Ссылку на регистрацию в западной партнерской программе. Для тех, кого это интересует, я отправлю. Но, повторю, там, безусловно, есть свои правила. То есть далеко не каждый российский партнер сможет... Подать заявку на... Точнее, подать заявку может каждый, но не каждому эту заявку, естественно, отмодерируют. Так, возвращаюсь обратно в окошко questions. Друзья, вот эта вот ссылочка, по ней можно зарегистрироваться на участие в нашей западной партнерской программе. На самом деле она как западная, так и восточная. То есть не российская, назовем так. Будут ли заявки распределяться по региональному принципу? Друзья, да, со временем будут. То есть мы планируем по-новому поработать с моделью заявок из разных городов и первыми показывать заявку тем партнерам, которые находятся в данном городе. Но пока мы работаем над этим. На форумах находила информацию, что в некоторых тестах BITX есть ошибки, и пройти их невозможно. Нет, ну-ка это, конечно же, не так, друзья. Например, в тестах по курсу продажи и внедрения BITX24 никаких ошибок нет. То есть там все уже давно проверено, и поэтому сдать их абсолютно реально. Может быть вы имеете в виду не тесты, а экзамены, но и там на самом деле все зависит от того, кто сдает эти экзамены. У нас есть отдельный раздел Академия 1S BITX, где у нас есть много других тестов. Не только вот этот вот простой курс продаж и внедрения BITX24, но и более сложные курсы. Например, администратор коробочной версии BITX24. Там действительно нужно потрудиться, но это не вопрос ошибок, это просто вопрос внимательности. Друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать наш вебинар. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы были вместе с нами сегодня. Очень благодарен за вашу активность. Вы задали огромное количество вопросов, и мне очень приятно было беседовать вместе с вами, отвечать на эти вопросы. Повторю, если я вдруг не успел ответить на ваш вопрос, а ответ для вас важен, напишите мне, пожалуйста, по электронной почте. Она сейчас, я еще раз включу трансляцию экрана. Вы видите ее перед собой, плюс я отправил свой адрес электронной почты всем участникам нашего вебинара в ответах. Поэтому, друзья, пожалуйста, пишите. Буду рад общению с вами. И, конечно же, вместе с вами мы перевернем горы. Благодаря активной работе с следами, благодаря совместному проведению мероприятий. Пусть 2018 год будет для всех очень успешным. Спасибо большое за внимание, друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok